здравствуйте привет добрый вечер спасибо большое все отлично все хорошо уже спасибо здравствуйте здравствуйте привет у нас есть пару минут чтобы все увидели что эфир начался и мы начнем здравствуйте здравствуйте доброго вечера ирина я тоже вас очень рада видеть взаимно добрый класс так быстро быстро все увидели эфир и мы сейчас начнем да верно завтра всего-навсего надо было зайти по ссылке и все и все и завтра утром появится сообщение все будет видно уже помогать леваку уменьшить объема живота нет не помогает добрый вечер марина привет взаимно рада видеть слышу ждали очень класс не очень приятно правда очень приятно у нас сегодня эфир как раз тот который мы с вами перенесли с пятницей вот но думаю сегодня даже больше есть возможность у всех послушать посмотреть все дома расслаблены да и у нас сегодня будет очень интересный эфир он называется психология похудения точнее если до сказать как о чем этот эфир он про изменения про психологию именно позитивных изменений вот и чем так у меня тут кошка опять зашла сейчас мы и сегодня расскажу на эфире о том какие этапы человек проходит когда начинает меняться конечно же эта тема очень сильно связано со снижением веса на первой неделе меню будет в конце недели в самой конду в самой конце в самом конце господи отвлеклась интересная тема класс хорошо да верно забери кошку у меня кошка пробивается все время на прямые эфиры и так поехали давайте начнем с того кто сегодня здесь первый раз кто первый раз на эфире я просто не знаю чего начинать я сразу с темы или со знакомства потому что у меня сейчас за последние несколько дней очень много новых людей пришли на мою страничку и вот я думаю с чего мы с вами начнем кто первый раз вот поставьте плюс кто всегда со мной на эфирах кто меня знает просто напишите да я знаю тебя привет привет я сколько в идеале можно скинуть за неделю да нет таких цифр можно и 5 килограмм сбросить можно и 200 грамм скинуть это очень относительно первый раз первый раз не первый раз хорошо все давайте не будет затягивать сразу начнем с того что я немножечко расскажу о себе это для тех кто сегодня впервые у меня что вы понимали почему я говорю на эту тему да кто и вообще вот и пока я рассказываю давайте познакомимся вы тоже напишите откуда вы как вас зовут откуда вы вот мне тоже будет очень интересно посмотреть нашу географию итак немножко обо мне меня зовут светлана фамилия манекичук я живу в киеве мне 38 лет и спортивный диетолог нутрициолог коуч специалист по психосоматике в прошлом тренер я всю свою сознательную жизнь взрослую жизнь посвятила сфере фитнес-индустрии мне безумно нравился сначала фитнес потом плавно я перешла в управление фитнес-клуба мне эта тема была тоже очень интересно и постепенно я перешла к мутрициологии потому что фитнес без питания к сожалению ничего не может вот и последние четыре года введу свой блог в инстаграм в youtube вот эту тему безумно люблю постоянно обучаюсь уже изучаю диетологию достаточно глубоко и не только на российских украинских ресурсах также за границей для того чтобы как можно больше как можно глубже изучить эту тему вот и сегодня у нас здесь есть одесса класс привет киев коми в вашингтон круто сша класс киев привет землякам набережные челны одесса классно кемерово сауле привет и вам из казахстана круто самара класс екатеринбург суммы круто класс астрахань смотрите какая у нас богатая богатая география вообще берлин москва баку вообще кл класс просто класс я безумно люблю смотрите где сейчас у нас кто находится и так у нас сегодня с вами будет интересная тема и как я уже говорила что я не только теоретик да потому что бывает такое что вот ну человек выбрал по призванию да там внутри физиологии но никогда не худела никогда не имел таких проблем и он больше теоретик я практик я практик человек который худел и худеет до периодически это нормально абсолютно я сегодня об этом скажу я действительно снижала вес с 90 килограмм это был такой большой тяжелый сложный путь вот и то о чем мы сегодня будем говорить это проходила и я в том числе да но сегодня конечно же я не буду вам рассказывать свою историю похудения она у меня сохранена в этих как не там за актуальных stories да сегодня я буду говорить вам доказанную доказанную психологию вот те этапы которые действительно человек проходит как с ними бороться что мы можем с вами сделать что вы можете сделать в одиночку а где в одиночку не справитесь вот это сегодня будем обсуждать и вот а если вы снижаете вес да вот сейчас или когда-то снижали вес вот возможно да я думаю что здесь много таких скажите с какими проблемами именно психологическим проблемами вы сталкивались вот что было сложным снижение веса именно психологически какие были сложности вот интересно насколько у нас с вами информация на с вами совпадет вот что было сложного я честно не говорю там про взвешивание там еще что-то а именно вот психологически добрый голод мучает голод голод где может жить у нас может в голове может жить в желудке да это может быть голод эмоциональный и сегодня мы об этом поговорим или это может быть голод физиологический ходить в гости социальная зависимость да вот социальная зависимость очень большая такая психологическая проблема потому что люди действительно не могут отказаться от социума и выходя в гости срываются потому что нет еще устойчивого пищевого поведения устойчивого вот этого знаете психологической устойчивости чтобы не сорваться до от сахара отвыкнуть да тоже это кстати кроме физиологической тут еще очень большая психологическая зависимость люблю сладкое фастфуд добрый удержаться вечером от сладкого сложности не заедать стресс вот вот окружающий мир влияет да особенно сейчас маркетинг посмотрите просто каждый бигборд каждая реклама постоянно везде еда везде еда мало кушать тяжело согласно удержать вес это целая история и сегодня об этом мотивации недостаточно ноги в зал не идут так добрый натали хотела всегда сладкое после 18 тяжело не есть вам скажу что вы можете есть после 18 и худеть не есть сладкое жареное жаре от жареного тяжело отказаться до боязнь сорваться однажды у меня 90 килограмм 162 не могу похудеть набрала 30 килограмм я очень вас понимаю мне та же самая история была и поверьте эта проблема решается общение с подругами вот социум мы тоже сегодня об этом поговорим хотелось то что раньше не хотелось запреты ой слушайте ну мы прям с вами в одном духе вот прям в одном духе класс вот буквально будем говорить о о том что вы написали вот смотрите сколько всего да вот сколько всего вы написали и действительно это достаточно сложная сложный процесс это тяжело очень для психики да потому что есть определенные зависимости есть определенное сложившиеся реагирование на какие-то ситуации да наша реакция на стресс как вы написали наша реакция на на скуку наша реакция на радость да давай это празднуем повышение зарплаты и вот все что мы хотим от какие-то эмоции да заглушить или наоборот это дело отметить и мы это все делаем едой и и действительно когда приходится снижать вес приходится где-то отказывать себе да и тут получается мы немножечко начинаем где-то не немножечко где-то достаточно сильно начинаем себя ломать и вот с одной стороны кажется мощность причем 10 диетология к психологии вообще где одно где другое но на самом деле диетология психология идет рука об руку я когда проработала уже не знаю ну несколько лет уже я не помню сколько лет лет шесть наверное нутрициологом я пошла в коуче я пошла изучить коучинг потому что я поняла что мне нужно глубже знать психологии человека и научиться правильно его возвращать его состояние мотивации как вы говорите до состояния осознанности не обязательно доходить там и к психологу и к нутрициологу еще да то есть это очень хорошо если это все совмещено вот в одном человеке вот и действительно психология влияет на наше пищевое поведение влияет и что интересно что пищевое поведение тоже влияет на нашу психологию то есть здесь вот такой вот замкнутый круг одно влияет на другое да это влияет на это и почему смотрите если мы выбираем с вами хорошие правильные продукты да а которые помогают нашему организму качественные продукты я сейчас не говорю про дорогие сразу же да вот тут мы сразу отметаем это хорошая цельные здоровые продукты про цельные продукты говорим каждый раз да это те продукты которые дала нам природа что он получает мы получаем больше радости хорошее самочувствие хорошее настроение много энергии до крепче иммунитет то есть мы видим как еда действительно нам абсолютно до меняет наш эмоциональный фон я это вижу постоянно с людьми с которыми работаю есть наоборот если наш мозг западает на такие пищевые наркотики что это такое это продукты с искусственной созданной точкой блаженства то появляется очень сильная пищевая зависимость что это такое точка блаженства рассказываю каждый эфирную так как знаю что сегодня много новеньких расскажу еще раз это такая сейчас вообще технология технология создания рецептуры каждого продукта который продается вот в магазине да это целая целая наука то есть туда вкладывают просто миллионы не знаю чего там рублей долларов да ну огромные деньги туда вкладываются чтобы человека присадить на определенный продукт посмотрите какая сильная зависимость от сладкого какая сильная зависимость от колбасы вот смешно смешно а многие люди действительно не могут пройти мимо колбасы потому что у них руки трясутся да сразу же при введении кто-то сильно подсаживается на энергетике кто-то подсаживается на пепси на колу и так далее и вот обязательно сохраню и вот потому что эти продукты имеют точку вот этого наивысшего блаженства что это за точка эта точка когда концентрация концентрация и дозировка вот этих пищевых веществ которые добавлены вот в этот продукт она настолько точная и она настолько знаете как сказать настолько подобрана что мозгу безумно хорошо именно мозгу безумно хорошо то есть это происходит на бессознательном уровне это просто-напросто и хорошо изучив там физиологию человека да на что реагирует мозг а мозг реагирует на вкус и да он не реагирует на горько на горько и мы чувствуем языком горько да кисло сладко а мозг реагирует на сладкое на соленое на жирное и на вкус умами каждый раз рассказываю вкус умами это вкус свежежаренного мяса или мы знаем это как вкус глутамата натрия да глутамат и вот этот глутамат его научились делать искусственно на самом деле изначально это был вкус свежежаренного мяса и вот эти четыре вкуса их мозг четко распознает из сотен вкусов жирненькая прям заходит отлично да соленая а если это еще вместе когда это же колбаса да и в колбасе есть и соленая и жира очень много там очень много жира и плюс еще глутамат чтобы вы не почувствовали сколько там соли и все вместе да это дает просто безумное наслаждение мозгу вот поэтому да съев кусочек колбаски ты не можешь остановиться и потом ты каждый раз ты хочешь этой колбаски еще еще и еще и вот это вот . вот это вот высшего блаженства это действительно эти продукты которые называются пищевые наркотики этого состояния вы никогда не достигнете с обычными продуктами никогда с цельными продуктами вы никогда не получите вот это вот такой вот безумный кайф да вам будет хорошо вам будет нравится вам будет сытного будет приятно это будет другие эмоции но чувство зависимости когда ты не можешь остановить себя мы не можем получить из цельных продуктов это только продукты из пищевых веществ которые искусственно 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 созданы на вопросы обязательно отвечу в конце хорошо напишу прям специально скажу задавайте вопросы и мы с вами их разберем сейчас сначала разберем тему вот и сегодня мы поговорим как раз о том да с какими какие этапы проходит человек а человек проходит всего на всего шесть этапов когда начинает меняться не важно что это будет похудение там не знаю там он решит бросить курить он решит бросить там за пить еще что-то не важно но у него будет вот шесть этапов все абсолютно люди проходят через эти этапы и бы как вы написали да что это из когда ты сталкиваешься с социальной вот этой зависимостью все идут в гости и ты хочешь ты же не будешь сидеть как белая ворона да и когда ты не можешь смотреть как все вокруг едят и да действительно ты ощущаешь голод хотя часто да часто мы ощущаем именно психологический вот потому что хочется за есть стрессы хоть за есть какие-то эмоции и вот представьте представьте что все может быть абсолютно по-другому все может быть вообще по-другому вот каждый сейчас вот просто сейчас вспомните как вы снижали вес вот просто сейчас вот вспомните может быть какой-то один из последних или какой-то из ярко запоминающихся возможно даже когда был результат или может быть его не было но что-то вы делали да вот вспомните то есть какое у вас было питание какое у вас было самочувствие что вы чувствовали внутри вот просто сейчас погрузитесь вспомните вот это состояние было сытно или это было постоянно голодно было темно в глазах то есть вот вот прям вспомните вот эту ситуацию вспомнили я уверенна сейчас многие вспомнят от слова диета у них просто сейчас аж знаете аж кинет в холодный пот потому что это голодно это я не могу больше есть гречку я не хочу сидеть на одном кефире да я не могу есть там не есть после шести о боже сладкое заберут мне приходится там считать без конца и края эти калории да и вот когда начинаешь что все вспоминать у тебя прям такие очень неприятные эмоции и представьте что все может быть вообще по-другому совсем по-другому представьте утро которое начинается с того что ты бежишь к своим весам потому что ты знаешь что сейчас они тебя опять порадуют потому что у тебя сейчас будет очередной отвес представьте это как у ты утром встаешь и ты бежишь бегом на весы не обходишь весы стороной и задвигая их ногой быстро под диван чтобы даже не вставать потому что знаю что проблема уже большая а бежишь и встаешь на весы чтобы обрадоваться когда ты смотришь зеркало и видишь что нет отеков нету новейших век нету каких-то мешков под глазами нет отечного лица есть хорошее самочувствие ты смотришь на себя и ты себе нравишься представь себе когда ты идешь на кухню и ты пьешь стакан два стакана воды натощак и ты это делаешь не через силу не потому что кто-то сказал а ты делаешь это с удовольствием потому что ты знаешь какие процессы сейчас протекают в организме ты понимаешь как сейчас насыщаешь каждую клеточку своего тела ты представляешь как сейчас ты просто-напросто делаешь такой внутренний душ и сколько удовольствия тебе приносит этот процесс а дальше ты готовишь завтрак обычный завтрак обычная это кашка масло я сейчас специально показываю свои завтраки да и там пусть даже это яичница и садясь за этот стол ты кушаешь и ты понимаешь какой же это кайф я ем ту же кашу что и обычно я ем ту же еду но почему-то она теперь звучит по-другому почему-то теперь ее по-другому чувствую почему-то овсянка которая без сахара кажется сладкой и почему-то это настолько приятно при том что здесь нету куска торта здесь нету там колбасы да ну мне так приятно и мне так кайфово от того что я ем и представь что следующие четыре часа у тебя тебе сытно ты не думаешь о еде ты не думаешь о кофе да и ты можешь дожить до вечера без кофе которыми который являлся раньше единственным допингом чтобы хоть как-то поддержать свой уровень энергии ты обедаешь на работе и твои сотрудницы смотря на тебя говорят ты точно худеешь судя по твоей порции это не скажешь а ты думаешь так я ведь не на диете я просто изменила свой образ питания и вот представь как какие изменения будут внешне да когда ты спокойно когда с удовольствием это делаешь когда это процесс не временный не процесс ограничений а когда это сытно вкусно до полноценно и тебе прям хорошо ты получаешь удовольствие когда тебе к каждом шагу говорят море комплиментов ты так похудела ты так офигенно похудела расскажи как ты на какой диете сидишь знаете как часто говорят когда ты уже не пролистываешь в инстаграме магазины с одеждой потому что это не для тебя и там твои размеры не шьют а когда ты уже присматриваешь себе новый гардероб потому что ты понимаешь что уже можно его менять когда муж спустя там 10 лет когда не обращал внимание начинаете видеть комплименты и когда дети играет мам я так горжусь тобой ты просто молодец и представьте вечер когда ты приходишь домой с работы казалось бы вроде бы уставшая да и рабочий день прошел и ты садишься спокойно ешь свою одну порцию где не хочется догнаться сладким и ты спокойно себя хорошо чувствуешь и у тебя еще вечером море энергии море сил ты можешь просто еще свернуть горы и все это потому что ты изменила свой образ питания и кажется что я рассказываю вроде бы какую-то сказку на самом деле это реальная история реальных людей это реальная история тех с кем я работала когда люди не чувствуют вот этого этой ломки когда они не чувствуют этого голода когда они очень мягко не ломая свой образ жизни они мягко и плавно меняют его нам не нужно разрушить то что то что есть это вы знаете все равно как там ты живешь в каком-то доме там крыша течет стены уже заваливаются да кто-то приходит и говорит так все мы сейчас тебя вылечим сейчас мы тебе сделаем тут все прекрасно сейчас мы все снесем и начнем строить заново и у тебя просто шок как снесем у меня хоть хоть что-то было да там надо над головой а сейчас вообще не будет а когда построим новое непонятно вдруг вообще не построим так вот наша задача не не ломать не сносить а сделать знаете такую реконструкцию ведь все восстанавливается ведь все ремонтируется ведь организм это как раз знать его наверное самая такая чудесная способность это полная регенерация полное восстановление причем в любом возрасте скорости только восстановление регенерации будут разные и вот действительно все может быть абсолютно по-другому если подойти к этому вопросу по-другому не тем путем который был раньше не тем путем который срабатывал пять раз в молодости когда садилась на воду на три дня и было минус пять килограмм и все было прекрасно до менять стратегию нужно учитывая возраст учитывая особенности здоровья учитывая свою свою свой быт да учитывая свой образ жизни многие факторы нужно учитывать и если правильно выбрать этот путь то не будет потеряно время и самое главное не будет потеряно здоровье так вот возвращаясь собственно к этой теме да что значит плавно внедрять да и почему нельзя резко и быстро так вот невозможно сказать человеку знаете когда первые наверное курсы прошла по нутрициологии самое первое мне казалось что все просто я теперь знаю все и теперь все что нужно человеку просто дать план питания сказать так ешь четыре раза в день пей воду и не ешь сладкая все я рекомендации всем дала я писал огромные такие там печатные рекомендации плюс аудио рекомендации если там была возможность мы встречались на консультации и к моему огромному сожалению проходило там какое-то время человек не мог придерживаться всех этих рекомендаций не мог он придерживаться была расстроена я был расстроен клиент я потому что ну как так я тебе дала все инструменты бери и делай а клиент думает блин надо же я не оправдал и ее надежды я и у маши худел и оли худел вот к свете пришел и история та же я опять не оправдал чьи-то надежды да и у у него вот такое вот неприятное ощущение и у нас как будто знаете такое разочарование в друг друге хотя на самом деле все нормально человек не может просто взять да и пойти все внедрить то что нам нужно делать мы знаем все с вами согласитесь да мы с вами знаем сколько нужно пить воды кто знает все знают сколько раз нужно есть все знают да а то что сахар вреден тоже все знают но почему-то не получается да почему-то не получается потому что внутреннее состояние человека проецируется на процесс еды не так все просто как казалось бы все внутренние конфликты очень часто проецируются на пищевое поведение что человек ест когда он ест что движет его мотивами голод или возможно это какие-то вообще другие импульсы благодаря которым он хочет почувствовать себя лучше может быть он просто напросто глушит этой едой какие-то очень большие свои внутренние проблемы насыщение это очень приятное чувство ну каждый это знает да это приятно когда ты наелся прям так хорошо тебе вообще как будто прям все знаете как и весь мир подождет как в той рекламе это приятное чувство и кстати действительно стресс очень хорошо снимается именно едой почему потому что только когда мы себя накормим у нас отключается симпатическая нервная система та которая все возбуждает возбуждает мы возбуждаемся во время стресса у нас расширяются зрачки у нас бьется сердце сильнее у нас поднимается давление у нас идет прилив крови к мышцам то есть мы готовы защищаться да либо убегать либо обороняться то есть нас вот прям мы в таком вот состоянии да но сейчас другой стресс мы сейчас не переживаем это стресс когда надо было с медведями бороться у нас сейчас стресс такой знаете ты посмотрел новости ты уже в стрессе с кем бороться куда выплескивать эту энергию а это не перепрожитый стресс и он внутри тебя и для того чтобы себя успокоить организм знает четкий до четкий алгоритм действий успокоиться нужно в любом случае потому что постоянное состояние в стрессе да она приводит к истощению нервной системы и для того чтобы себя успокоить нужно просто поесть ты поел кровь прилила к желудку кишечнику все и у нас полностью отключается симпатическая система включается пара симпатическая все все и ты спокоен ты поел и хорошо да злой волк бонду злой до тех пор пока он там не догнал какую-то косулю не съел и все он успокоился то есть вот это вот состояние действительно глушится едой это абсолютно нормально это дело это вопрос не просил уволи не про мотивацию это абсолютно обычные физиологические потребности человека вот и действительно самый распространенный тип нарушения пищевого поведения это эмоциогенный тип то есть он предполагает что еду человек может использовать как инструмент эмоциональной коррекции мне скучно давай что-нибудь закажем съедим мне сильно весело да мне так весело я такая счастливая давай скорее открывай винцо и тащи к шоколадку да мне я устала я устала мне все надоело я вообще просто скорее давай что-нибудь закажем и хоть поедим-то нормально понимаете вот любые эмоции мы глушим едой это привычка тем более то это уже во первых состояние организма да это четкая реакция организма плюс закрепленные постоянными действиями потому что мы так и делаем если мы научимся реагировать по-другому то проблема исчезнет а можно ли научиться реагировать по-другому можно можно да меня обидели я счастлива верно депрессия вот-вот и кто успокоит кто успокоит как не кусочек и сладенького да прекрасно успокоит но проблему-то не решит вот чем дело проблема-то не решится проблема остается той же пять минут наслаждения да и все и улетели и это такая вот действительно разрядка когда-то вот пожевал похрустел да и вот просто стало легче на время на время это знаете это такой метод он как кредит в банке ты берешь рубль а платишь два да ты вроде бы как знаете как говорят временный выигрыш стратегический проигрыш ты сейчас вроде был у себя успокоил но проблема-то не решилась проблема осталась и если ты часто так делаешь да то ты просто напросто еще одну проблему получаешь да проблему с лишним весом проблему с нарушением пищевого поведения проблему с инсулином и сахаром да и к твоим проблемам эмоциональным к обидам ко всему еще раз тут проблемы физиологические вот то есть действительно это абсолютно не та стратегия которую можно использовать вот и самое главное правило самое главное правило которое нужно запомнить и когда мы начинаем настраиваемся на снижение веса да берем программу питания еще даже до этого не дошло самое главное это нужно запомнить что нельзя себе что-то запрещать у нас нет запрещенных продуктов абсолютно то есть нельзя говорить что мне за мне запрещено нет не мне нельзя я в гостях я знаете я сейчас вот худею у диетолог ланы а мне нельзя да мне не давать не давайте ну это говорить вообще в принципе не то что говорить это даже думать нельзя потому что мозг устроен очень интересно наше представление о будущем обладает очень сильным влиянием и на что это влияет это влиять на наше поведение то есть когда человек запрещает себе какой-то продукт в определенной области мозга формируется образ запрещенного продукта и наше подсознание будет тянуться к этому запрещенному продукту вот когда ты себе говоришь вот нельзя мне шоколадку и это шоколадка будет везде мерещится и тебе будет казаться просто что она на каждом прилавке лежит и все вокруг тебя покупают шоколадку и вот все тебе предлагают эту шоколадку она у тебя будет постоянно тебя манить то есть нельзя это себе говорить да потому что мы начинаем сильно сильно себя наоборот настраивать на продукты и знать очень интересно это четко увидела даже девчонкам показывала когда я провожу есть же курс большой да это одна работа есть у нас марафоны короткие и короткие марафоны идут по разным системам питания ну все системы питания естественно они исследованы все они такие доказали свою эффективность и безопасность и там в одной системе питания допустим там мы сели на высокожировое да и там есть определенные запрещенные продукты ну исключение называть исключение то есть там на lchf это высокожировое питание с низким количеством углеводов нельзя есть нельзя да вот это слово неправильно исключается молочные продукты молочные и продукты содержащие глютен на курсе этого не то есть просто рассказываю про марафон просто как историю и люди даже которые не ели молочные продукты они весь марафон хотят молочных продуктов прям вот все вот я именно сейчас хочу сыра я вот прям сейчас хочу молока раньше так не хотела но когда сказали мне что эти две недели нельзя все я только об этом и думаю как только мы там меняем программу питания там еще что-то да у нас там какие-то определенные продукты тоже допустим они сейчас не входят в меню и лучше их избегать все то есть чек перри переворачивает мозг и он уже просто безумно хочет того что уже опять нельзя да скажи тебе завтра тебе нельзя огурцы ты будешь только и думать про огурцы это знаете такая история как мы сейчас с вами будем говорить о чем-то да но вы главное не думайте как там о розовом слоне вот мы сейчас с вами разговариваем про пищевое поведение но вы не думаете о розовом слоне вообще не думайте даже не представляете сейчас как выглядит розовый слон и вот сейчас у всех да у всех какой-то сразу же вот какая-то картинка розового слоника появилась вот видите то есть это так работает мышление так работает наше вот именно сознание подсознание поэтому самое главное нет запрещенных продуктов а что тогда делать а важно запрещенный продукт заменить на выгодный На выгодный. То есть я хочу, обязательно сохраню, я хочу сладкое, я хочу сладкое, например, да, и я понимаю, что сейчас съев вот такую вот маленькую конфетку, маленькую конфетку, я понимаю, что мне это невыгодно, вообще невыгодно, потому что у меня сейчас задерётся инсулин так, от маленькой конфетки, хотя там калорий будет немного, и он у меня несколько часов будет стоять в крови высокий. У меня заблокируются все процессы похудения вообще, даже при том, что я там на дефиците калорий. Но я могу съесть, сейчас мне выгоднее съесть, я вот постоянно показываю сейчас там запечённую грушу, большую, 400 грамм, 400 грамм, огромная запечённая груша, мне её выгоднее съесть, потому что инсулин после неё немножко поднимется на 20 минут и упадёт. Понимаете, благодаря чему я сделаю это замещение? Благодаря знаниям, да, потому что я понимаю процесс, и я могу выбирать выгодный и невыгодный продукт. То есть вот в этом очень крутая фишка вот есть. То есть мы выбираем то, что нам выгодно. Но для этого нужно понимать, чем нам не выгоден этот продукт, и какая выгода в этом продукте. А это что? А это уже обучение. Сейчас об этом ещё поговорим. Очень интересно, что вообще территорию своего пищевого поведения человек отстаивает так же, как и свободу. То есть хочу ем, хочу не ем. Не работает это, когда, знаете, вот просто там скажешь, так тебе нельзя, ты понял? Вот такой, ещё чего вообще? Кто мне тут будет запрещать? Хочу, пойду нажрусь. Естественно, потому что это выбор, да, и возможность выбора каждого человека. Моё личное право выбирать. И вот такое вот посягательство на стол, да, и на продуктовую корзину человека обычно приводит вообще к большой неудаче. Поэтому всегда лучше, лучше работать, да, вот там сейчас, если там нутрициологи смотрят, лучше работать как раз через осознанность. Поэтому мы не говорим никогда запрещено, выбрось, вообще там забудь, это тебе вообще нельзя, ты понял? Вообще, даже чтобы не смотрел в эту сторону. Потому что человек всё равно сделает по-своему, он сделает по-другому, только если он принял такое решение. Почему не работают, сейчас вам скажу, почему не работают, ай, как они, господи, я так быстро хотела сказать, гипноз, гипноз. Почему не работает? Или когда там зашиваются и так далее, вот в похудении, там с алкоголем, почему не работают вот эти вот, казалось бы, такие техники, в которых ты не особо-то прикладываешь какое-то усилие. Потому что в этом, в этой ситуации, говорит, не ты принял решение. Есть очень классная книга, Энтони Роббинса, как она называется, которая, которая, не помню, в общем, не помню, короче, одна из книг Энтони Роббинса, и он там объясняет это, что, он говорит, человек действительно, там на несколько лет уйдёт в завязку, но потом он развязывается, потому что это решение было принято за него. Он пришёл только, да, я понимаю, у меня есть проблема, но я не могу её решить. И вот там загипнотизируйте меня, чтобы я не ел сладкое. Его там загипнотизировали, всё, ты сладкое больше не ешь, да, и он там такой ушёл, и там на несколько лет. Но это всё проходит, и он понимает, а это не моё было решение. Это вот, знаете, там бабка, гадалка, да, она мне там что-то там наобещала, там наколдовала, но на самом деле это не моё решение. Но когда человек принимает решение, что я всё, я бросаю, ему абсолютно не нужны какие-то внешние стимулы, абсолютно. То есть мы будем менять свою жизнь только тогда, когда сами принимаем решение. Это же касается продуктовой корзины. Любая ситуация, где покушаются на свободу выбора, приводит к подростковому негативизму. Назло всем врачам, буду есть по ночам. Слушайте, я даже не обращаю внимания, если там кто-то пишет ерунду, честно говоря, вообще просто абсолютно не обращаю внимания. Кому не нравится, все знают, где выход. Я не придумала информацию, я беру вам просто действительно уже готовые целые уроки по психологии. Сегодня у вас тут несколько уроков по психологии, которые проходят в спортивной диетологии. Так вот, какие есть методы изменения? Их много, их много, можно применять по одному, можно применять все вместе. Главное, главное, что-то делать. И один из самых первых и главных методов, которым мы пользуемся, которым мы пользуемся, особенно на курсах «Ежу через худей» это метод повышения осознанности. Помните, я рассказывала на прошлом эфире, когда что мы делаем? Когда у нас с вами что такое осознанность? Когда ты получаешь информацию, она у тебя выстраивается в логическую цепочку, ты не просто получил призыв к действию, надо пить воду. Вот ты понимаешь так, надо пить воду по утрам или вообще в принципе, потому что вода участвует в таких-то процессах, вот так вот она мне помогает снижать вес, вот так вот она мне помогает поддерживать кожу молодой, вот так вот она мне будет влиять на то-то и то-то. Все это логично, и встраиваясь в логическую цепочку, человек понимает, все, да, мне надо это делать. То есть вот формирование осознанности, когда информация встраивается в логическую цепочку, тогда это работает. И как мы можем повысить эту осознанность? Мы можем это сделать через накопление и осмысление информации. Вот сейчас, сейчас вы как раз здесь, вы сейчас как раз получаете информацию, у вас сейчас очень много логических цепочек замкнется, потому что сейчас каждый сидит и анализирует, ну, кто, конечно, херню какую-то не пишет, да, сейчас сидит и анализирует, так, вот действительно, я тогда села на диету, мне столько было запрещено, я ходила и говорила, так, мне не предлагать, мне нельзя. И вот, вот возможно, вот именно это и был там, да, триггер к срыву. Вот, а кто-то думает, а я наоборот, да, там, у меня другие были причины, то есть сейчас вот вы делаете анализ, и у вас сейчас уже повышается осознанность, у вас сейчас действительно замыкаются вот эти логические цепочки. То есть повышение осознанности, это не просто возьми ответственность за свою жизнь, это не про ответственность сейчас, это про то, что информация легла, и, знаете, вот просто как пазл встроилась в вашу систему мышления, да, всё, она вот встроилась, вы видите, всё логично, да, если бы я сейчас говорила там какие-то нелогичные вещи, то комментариев было бы очень много негативных, вы бы сказали, что ты вообще не то несёшь, это вообще логике не подлежит, да, вот, а тут всё логично. Вторая, второй метод какой есть, это социальное освобождение, тяжёлый метод, тяжёлый, но его проходят все, человек очень сильно зависим от социума, очень интересное такое было исследование, я сейчас рассказываю про исследования на обезьянках, вот это тоже, кстати, исследование проводилось на обезьянках, насколько мы, ну, у нас же много общего с ними, да, и поэтому часто на обезьянах-то и проводят какие-то исследования, насколько мы сильно зависимы, от социума, и одних обезьян сажали, они жили вот по одному, прям по одному, у них не было с кем общаться, а другим давали игрушки, вот, ну, какие-то там игрушечные обезьяны, и представляете, вот они, несмотря на то, что это было неживое, да, искусственное, и они с ним там и разговаривали, ещё что, то есть они пытались найти ещё с кем-то общий язык, вот насколько было важно, вот такой, я не помню там, о чём был именно сам эксперимент, но он был, как раз доказывал то, что мы не можем жить без социума, мы тянемся к кому-то, мы тянемся к группе людей, да, слово даже счастье, счастье, оно, как оно делится, да, если его разделить, это слово, с частью, почувствовать себя частью чего-то, да, частью какого-то общества, сообщества, когда, вот, частью какой-то группы, это есть счастье, да, быть частью своей семьи, вот, и действительно тяжело оторваться полностью, да, от всех своих, особенно если у тебя куча знакомых, куча друзей твоих, абсолютно не ведут здоровый образ жизни, даже об этом не задумываются, там, несмотря на то, что у них там тоже, как бы, пора бы подумать об этом. Я скажу, что кого точно невозможно поменять, это родственников, да, тут уже, как бы, что Бог дал, то дал, да, невозможно, конечно же, не всегда получится, и, возможно, не надо это делать, это отказываться от друзей, которые там, друзей детства и так далее, но если у вас, с вашей подружкой, с вашей сотрудницей, одна общая тема, это выйти, там, вечером попить пивка, или, там, с ней пойти, там, не знаю, там, посидеть в кафешке, и, там, хорошенечко поесть роллов, если у вас только вот на этом базируются ваши отношения, то они треснут, как только вы решите, изменить свой образ питания, они треснут, потому что у вас, вы увидите, что у вас ничего общего нету, я вам скажу, что мы тоже с мужем раньше немножечко другой образ жизни вели, образ питания, и у нас были абсолютно другие друзья, и как только мы перестали пить, да, как только там у нас курение из дома ушло, то есть у нас муж не курит, никто не курит дома, у нас сразу же изменились друзья, круг общения изменился сразу же, причем это произошло там, наверное, в течение буквально года, когда я смотрю, а у нас вообще полностью изменился круг общения, и все люди, которые заинтересованы фитнесом, бизнесом, никто не курит, никто не пьет, абсолютно, знаете, мы собираемся там за каким-то там лимонадом и там за абсолютно здоровой едой, потому что интересы поменялись, и уже неинтересности остановятся. Здесь, конечно же, мы делаем осознанный выбор, и хорошо, когда есть те, кто с тобой заодно, если у вас есть худеющая подружка, это классно, просто реально вам повезло, вот, и вам будет с ней гораздо легче достичь цели. Если же такой подружки нет, поверьте, на просторах интернета и в таких проектах, даже как курс, есть много людей, которые тем же болеют, они озадачены такой же целью, как и вы. И даже не находясь рядом с такими людьми, но находясь с ними в одном чате, в одном проекте, имея возможность общения хоть какого-то, вы будете себя так поддерживать. И вам это будет давать такую мощную поддержку, что вам достаточно будет потом этой поддержки, чтобы даже устоять и отказаться, когда подружка предлагает очередной раз что-нибудь не то съесть. Какой ещё метод есть изменения? Это эмоциональное пробуждение. Человек просыпается, наконец-то до него дошло, что проблема очень зашла в тупик, или, скажем так, до пика дошла. Такая какая-то негативная ситуация, когда… Про близких сейчас поговорим. Какая-то негативная ситуация. Вспоминая Свету, про которую сейчас вот там весь, всю неделю я показывала короткие интервью с ней, Света Ивлева из Сыктывкара, и у нас была история про неё. Это очень такая крутая история похудения до и после. Она родила ребёнка. В общем, такая классная история, которая вдохновила очень многих людей. И для неё была точка такого, знаете, пика, когда ей нужна была помощь срочная, медицинская, и ей отказали в ней, потому что она не проходила по габаритам в МРТ. И она говорит, я тогда поняла всё. То есть всё, да, до этого, она говорит, мне многие говорили, да, тебе нужно худеть, да, у тебя там как бы и на работе меня давили, что тебе нужно снижать вес, но у меня как будто стоял полностью блок на это. Я вообще не воспринимала эти слова, да, и у меня абсолютно эта информация никак не долетала, говорит. Но как только, говорит, я столкнулась вот с такой точкой, что мне не могут даже помочь врачи, это была точка как бы невозврата, да. Для меня тоже такая точка была. Эта точка была до того момента, пока мне на улице не отвалил, так сказать, комплимент один знакомый, вот, о том, что я уже вообще не похожа на фитнес-тренера, которым была. Ну, конечно, я была не похожа на фитнес-тренера, потому что у меня на мне висело 30 килограмм. Естественно, какой-то фитнес-тренер был. И меня как будто просто, знаете, окатили ведром холодной воды. И второй был потом, знаете, ещё контрольный выстрел, это когда меня муж снял на видео со стороны, и я просто офигела. Говорю, это я? Это я? То есть вот это вот эти бока квадратные, это спина, это моё? Хотя мне казалось, что я, ну, что весы, возможно, врут, но выгляжу я, наверное, точно по-другому, потому что привыкла видеть в отражении абсолютно другое. И вот действительно, да, вот какая-то была точка невозврата, когда ты понимаешь, всё, дальше так быть не может. Или когда, например, ты идёшь и даёшь анализы, и тебе врач говорит, ого, ничего себе, слушайте, так у вас тут инсулин уже, ого-го, у вас уже преддиабет, это очень сильно отрезвляет. Или когда мы сейчас вас посадим на статины, да, или у меня была история одной моей выпускницы, когда её бросил парень, потому что она так и сказала, потому что ты полная, мне это надоело. И знаете, для каждого это своя точка, да, но она работает. И я заметила, что мало кто идёт вот так, знаете, очень настойчиво на какие-то такие большие изменения. Я сейчас не говорю про профилактику, если там у тебя всё хорошо с весом, ты просто хочешь нормализовать питание. Вообще таким людям просто, знаете, как говорят, респект и уважуха, потому что они действительно молодцы, потому что работают на опережение, а не тогда, когда уже петух клюнул. Но в основном, в основном самое частое, когда люди берутся за себя, когда ты дошёл до самой последней точки, и когда ты говоришь, всё, я больше не могу. Это работает, правда. Несмотря на то, что это очень больно, очень неприятно, но это работает очень сильно. То есть такое эмоциональное пробуждение, ты себя разбудил, да. Принятие обязательств. Тоже очень крутой метод изменения, когда ты себя разбудил, ты себя говоришь, ё-моё, да, я там увидела себя со стороны, говорю, всё. Я больше так тянуть не буду. Когда-то у меня закончится грудное оскармливание, когда у меня там ребёнок вырастет, когда у меня там освободится время, я займусь собой буквально сегодня. И я это сказала сначала себе, потом я заявила это публично. Ну, тогда публика моя была, это муж до двое детей, да, одному, которому было восемь лет, а второму там пару дней всего, или там неделя. Но сейчас есть возможность это заявить даже в соцсетях, даже если у вас там небольшой блок, да, и вы только его ведёте для себя. Но поверьте, вот это общее такое заявление на общественность, оно работает. Ты как будто сжигаешь мосты, потому что тебе потом стыдно дать обратку. Когда ты говоришь, всё, знаете, ребята, все, кто меня читают, все мои там 200 подписчиков, вам и заявляю, что я отныне начинаю снижать вес. Вот пишите мне и меня спрашивайте, как у меня дела. Если я сорвусь, я перечислю вам тысячу рублей на карту, каждому. Кстати, вот просто себя берёте и выставляете не на общий смех, а на то, что действительно вы не даёте себе возможность сорваться, потому что как будто действительно мосты все сожжены. Если же ты это делаешь сам, тихонько, никому не сказав, ты сегодня начал, вечером передумал, опять утром начал, вечером передумал, это история без конца и края. Почему работает сопровождение на курсе? Потому что это обязательство вы берёте передо мной. Это не про то, что кто-то будет кого-то наказывать, ругать и позорить за какой-то срыв. Нет. Но обязательство работает очень сильно. Я каждый раз вижу кучу таких отзывов, когда говорят о том, что я знаю, что мне утром надо отправить вес, и вечером меня это останавливает, чтобы пойти нажраться. Потому что, говорит, мне реально стыдно. Но, знаете, взял ответственность перед кем-то. Сначала берём ответственность перед собой. Светик, привет, я тебе рассказываю как раз, только что рассказывала. Сначала берём ответственность перед собой, потом берём ответственность перед кем-то. Это может быть семья, это может быть, как я сказала, ваш блог, это может быть нутрициолог, который вам помогает, это может быть ваша команда подружек, может быть, они тоже будут худеющие. и вы делаете такое заявление. Если же это свои, если это свои близкие, то здесь как раз ещё бы им сказать о том, что вы должны меня в этом поддержать. Не надо со мной садиться на диету, не сажайте мужей с собой на диету. Это глупость, это ерунда. Детей тем более. Просто скажите, не ешьте при мне конфеты. Вы меня очень круто поддержите, если вы не будете есть при мне конфеты. У меня была знакомая, ну не была она, есть у меня знакомая. Мы когда-то по молодости тусили в одной компании. И когда она была на диете, а это она уже у меня худела, кстати, она у меня худела года 4 назад. Она говорит, мужу сказала, значит так, чтобы ты конфеты свои дома не ел, ты понял? Она говорит, смотрю, приехал домой, машина стоит во дворе, а он не заходит. Я говорю, смотрю. А он сидит, наворачивает конфету ромашка в машине. Он сел под домом, в машине наелся конфет и пошел домой без конфет. То есть про то, что просто пусть не создают вам каких-то условий для срыва. Не надо поддерживать, не надо со мной садиться на диету, не надо мне варить мою кашу или мой овся на блин. Просто не носите домой и не говорите мне, ну съешь один кусочек, пожалуйста. Просто поддержите меня. Кстати, вот Света, Света здесь есть. Вот сейчас опять Света, ты сегодня у нас гвоздь программы. Мне очень понравилось, как она сказала, говорит, я своим близким сказала так, когда прихожу в гости, когда она была в снижении веса, говорит, я прихожу в гости, и когда мне начинают угощать со всех сторон и рассказывать мне, что от одного кусочка ничего не будет, она говорит, знаете, у меня сейчас очень важный этап в моей жизни. Для меня это очень важно. Я очень прошу вас меня поддержать и понять. И, говорит, после этих слов, говорит, ни у кого, говорит, даже рот не открывался там по поводу того, что да ладно, да тебе не нужно, да съешь ещё кусочек, говорит, просто, говорит, все замолкали и поддерживали. Поэтому заручиться поддержкой близких будет круто. Вот. Есть такое очень умное слово «контробуславливание». А об чём? Об чём это? Это как раз, знаете, про что? Это про замену. Это про замену как раз одних удовольствий, точнее источника удовольствия, да, на другой источник удовольствия. Это про наши вечерние зажоры. Когда ты приходишь, хочется расслабиться, знаете, просто наступает такое расслабление общее, выделяются такие определённые гормоны для полного расслабления, и у тебя теряется центр контроля, и всё, и ты понимаешь, что ты готов сейчас нажраться. Хотя ты целый день держал диету. И просто получить удовольствие, да. И здесь нам нужно переключать себя. Нету волшебной таблетки, нету волшебной рекомендации. Как не есть вечером. Да, важно, как ты ешь днём, как ты ешь утром, что ты ешь. Это всё важно, сколько раз ты ел, сколько ты съел калорий, достаточно ли. Это всё повлияет на то, как ты захочешь кушать вечером. Но кроме того, чтобы соблюдать все вот эти рекомендации, всё равно может быть состояние, когда тебе просто хочется вот чем-то себя порадовать, повеселить, развеять скуку. И здесь вот как раз вот этот метод замена источника удовольствия, когда мы ищем, чем бы себя порадовать. Кто-то радует себя учёбой, да, он начинает вот прямо там уходить в прямые эфиры, в какие-то обучения, ещё что-то, да. Кто-то начинает там заниматься каким-то любимым делом. Кто-то вышивает, кто-то вяжет, кто-то смотрит фильмы, да, кто-то ещё что-то. То есть сейчас вот, мне кажется, очень много разных вообще возможностей, каким-то хобби, даже дома, не выходя из дому, вот просто-напросто себя отвлекать. И это работает, это работает. Когда мы научимся получать удовольствие не только от еды, ведь согласитесь, удовольствие не только в еде, они находятся, в принципе, вокруг нас, их много. И знаете, когда еда начинает преобладать, это остаётся чуть ли не один источник удовольствия, то другие удовольствия уходят из вашей жизни. Я помню, как я смотрела очень интересный такой с психологом интервью, где психолог нарисовал такой круг, который поделил на сегменты. Там этих сегментов было много. Говорит, вот это, говорит, наша жизнь, да, и это наше удовольствие. И говорит, вот один сегмент, это, допустим, о чём мы получаем удовольствие? Выйти в свет, да, социум наш, вот выйти куда-нибудь, все же любят выходить, да, красиво нарядиться, пойти, прогуляться, там выйти в кафе, вот выйти в свет. Второе удовольствие там, это хобби. У каждого своё хобби. У меня танцы, у кого-то, может быть, верховая езда, у кого-то ходить там в туризме, там какое-то, да, хобби. У кого-то ещё, у каждого своё хобби. Какое ещё удовольствие у нас есть? Секс. Правда? Кайф вообще. Это не только удовольствие, это инстинкт. Это удовольствие. Ещё какое? Еда. Да, это точно. Шоппинг, одеться, да, пройтись по магазинам, купить себе что-то новенькое. Нет людей, которые не любят шоппинг. Не любят шоппинг только люди, которым шоппинг не приносит удовольствия. Почему? Потому что на меня, да, не шьют такие вещи. Вот я помню вот эту историю, как про то, как мне тоже рассказывали, что чехлы на танке не шьют. И когда человек начинает просто-напросто уходить только в одну, в один источник удовольствия, начинает только заедать всё, другие начинают пропадать. Да, потому что начинаешь много есть, ты начинаешь набирать вес. И шоппинг тебе удовольствие не переносит, потому что ты идёшь, то, что тебе нравится, на тебя не налазит, а то, что тебе предлагают, тебе не нравится, потому что ты не хочешь в таком ходить. Шоппинга уже нет. Дальше у тебя уходит хобби. У меня есть очень хорошая знакомая, которая очень любила танцевать. Она очень красиво танцевала, просто очень красиво. Знаете, когда человек танцует вот с сердцем просто. И она очень сильно поправилась. Она набрала, мне кажется, килограмм 50. Это большая такая трагедия жизненная. И она перестала танцевать. И у неё мечта, у неё мечта похудеть и вернуться в танцы. Хобби нету, зато еда заполняет уже несколько сегментов. Я знаю о том, как женщины действительно стесняются заниматься сексом, когда у них есть лишний вес, и они себя чувствуют затискованность, дискомфорт какой-то, стеснение появляется, тебе не нравится эти складочки и всё остальное. Хотя, возможно, муж не обращает на это внимание. Я не знаю, честно говоря, со стороны мужчин. Но ты чувствуешь, как будто кажется, что он только на это и смотрит. Уже и это уходит из жизни. И в итоге остаётся только еда. В социум ты тоже не выходишь, потому что тебе не в чем. Потому что не в чем, да? Опять же, там то не налазит, а вот в то, в чём можно выйти, как бы не хочется. И по итогу остаётся только одно удовольствие в жизни. Еда заполняет абсолютно всё. Так вот, как раз вот про это контрабуславливание, это про то, что научиться находить удовольствие в другом. В другом этих удовольствий очень много. Ещё один метод изменения — это влияние среды. Это как раз про групповое похудение. Мы говорили про социальное освобождение, как про то, что стараться абстрагироваться от людей, которые не худеют, которые забили на себя, которым плевать, что у них проблемы с весом и со здоровьем. Стараться абстрагироваться и, наоборот, здесь найти ту среду, которая будет тебя ещё больше поддерживать. У нас чаты живут по несколько... Спа-салоны, согласна, очень крутое вообще удовольствие просто. У нас чаты живут по несколько лет. Вот там марафон прошёл или курс прошёл. Они общаются по несколько лет. У нас сейчас будет 29-й поток курса. У нас общаются с 13-го потока. С 13-го. Это было ещё 19-й год, май или апрель месяц. До сих пор. Уже два года общаются. Они все друг друга знают. Они постоянно друг друга поддерживают. Кто сейчас там... Кто снижает вес, кто удерживает вес, кто поднабрал. Давай, собирайся в кучку. Давай, возвращайся в строй. Слушайте, это так круто работает. У тебя появляется такая, знаете, клуб по интересам. У тебя появляется клуб по интересам, который тебя всё время держит в тонусе. Те, кто вот стараются там бежать из таких вот чатов, болталок, я вот считаю, что очень зря, потому что ты остаёшься один на одиннадцатой проблемой. Да? А когда у тебя есть вот эта вот команда, и ты встаёшь сегодня на весе, видишь, там у тебя плюс. Ты думаешь, блин, что ж такое? Заходишь в чат, кто-то говорит, у меня вчера, девчонки, было плюс 400, за 100 сегодня минус 700. Всё нормально. Не переживайте, будет и на ваших весах праздник. И ты думаешь, всё, и у меня будет всё хорошо. Знаете, вот такая вот групповая поддержка. Я всё время говорю о том, что очень много есть исследований про групповое похудение, что оно очень круто работает, что действительно человек, знаете, как один в поле не воин. Вознаграждение работает тоже как метод изменений, что я, изменив себя, дойдя до цели, я что-то получу. Хорошо работает. И сейчас многие, даже и блогеры, многие, проводя марафоны похудения, массовые такие огромные, они дают достаточно большие подарки, достаточно мощные, дорогущие подарки, чтобы как раз вот именно вот этот метод изменений, да, и на него вот поднажать. Вознаграждение я стараюсь за что-то. Но в этом методе есть подводные камни. Когда ты доходишь до цели, неважно, получил ты вознаграждение или ты его не получил, но ты уже всё, игра закончилась. Вот закончился марафон, машина была одна, участников было там 5 тысяч, получил машину только один. Все остальные 4999 не получили эту машину. И у тебя такое получается вообще состояние, как будто вообще ради чего всё это было, зачем. Или даже ты достиг своего веса. Цель была только вот дойти, 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 дошёл, увидел. Всё. Как будто, знаете, смысл в жизни пропал. Недавно в клубе рассказывала историю про девочку, с которой работала несколько лет назад. Она не могла у неё похудеть. Точнее, она хорошо похудела, до 70 килограмм, но мечта была дойти до 68, а никак не получалось. И мы всё долго не могли понять. То есть мы и одну систему питания пробовали, и другую, и то. И вообще просто стоит всё намертво, и ничего не работает. Я говорю, слушай, тебе нужно поговорить с психологом. Вот правда. То есть я вот вижу здесь только, тут какая-то, говорю, какой-то затык психологический. И она говорит, слушай, у меня есть там в моём окружении, есть знакомый коуч, она же психолог, в общем, пойду с ней поразговариваю. Точно, представляете, она идёт на консультацию. И о чём потом мне рассказывает, о том, что говорит, во время консультации оказывается, что я худела всю жизнь, всю свою сознательную жизнь, буквально со школы. И у меня смысл жизни похудеть, смысл жизни. И сейчас есть внутренний подсознательный страх, что я достигну этой цели, и смысл жизни пропадёт. Нет смысла жизни, жить незачем. И только когда они это всё проработали, убрали этот страх, они переориентировались, что есть другие смыслы жизни, и она это приняла подсознанием, у неё вес пошёл. Вы представляете, всё, мы ничего не меняли в питании, и как только она проработала это, всё, вес пошёл. То есть действительно, когда человек думает, что это единственное вознаграждение, это дойти до цели, то дойдя до цели может быть очень большой откат, потому что всё, игра закончилась. А также круто было, когда вот играл в эту игру. И тут очень классно научиться получать удовольствие от процесса, именно от процесса. От того, что ты делаешь каждый день, какие ты изменения видишь каждый день. Эти изменения не только на весах, это изменения в ощущениях, в своём отражении, в своей самооценке, в той же еде, в этом кайфе, когда ты независима от еды, когда ты не думаешь постоянно о ней. И ты вот постоянно получаешь удовольствие от процесса. И даже когда игра закончилась, когда цель достигнута, ты получаешь удовольствие от процесса дальше. Это как раз и называется, да, вот как удержать вес, мы говорили только что об этом, как удержать вес. Вот как раз о том, что перевратите вашу диету, да, лучше не диету, да, а здоровое питание образом жизни. Не надо это делать как какой-то квест, как какая-то игра или как какой-то, не знаю, там, марафон, да, твой личный марафон. А пусть это будет просто образом жизни, от которого ты получаешь удовольствие. И тогда действительно отката назад не будет. И ещё работает хорошо, конечно же, поддерживающее отношение. Но это, собственно, про диетологическое сопровождение, о котором я рассказывала, что это всегда работает хорошо. И, знаете, я всегда провожу анализ каждого потока, когда у нас заканчивается курс. Да, я смотрю, скажу честно, не все доходят до конца, не все, потому что не все готовы. Вот, более того, там, завтра кто уже есть в чатах, завтра увидите, что буквально после первого домашнего задания уже кто-то начинает уходить из группы, потому что не готов, не готов, да, кажется. Потому что я думала, что тут будем сразу же худеть, а оказывается, надо домашнее задание сдать. Вот, то есть, понятно, человек не готов. С такими лучше не работать, нужно просто подождать. Кто-то, да, на этом этапе проходит, но потом на каком-то этапе начинает там отваливаться, да. И когда ты проходишь вот эти сложности, этапы сложности, этапы сопротивления, а их будет несколько, с кем-то это гораздо лучше. Вот всегда, знаете, по процентному соотношению, кто лучше доходит без сопровождения или с сопровождения, они с сопровождением всегда действительно доходят гораздо лучше. Потому что, я говорю, что потому что есть обязательства перед кем-то. Какие этапы изменения мы проходим? Первое, сопротивление изменения. Сопротивление ужасное, внутреннее, просто вообще. Сейчас мы это разберём. Размышления. Есть такой этап размышления, когда ты думаешь о том, что, возможно, найдётся тот умный человек, который придумает диету, на которой можно есть всё и при этом худеть. Третий этап — это подготовка. Мы с вами сопротивление, размышление, подготовку будем проходить на этой неделе, с понедельника. Три этапа мы проходим. Дальше идёт действие, четвёртый этап. Пятый этап — сохранение изменений. И последнее — это завершение. Когда ты точно говоришь, я молодец, я победил, я изменил себя, я снизил вес, и более того, я его удержал. Потому что у меня есть уже определённый набор привычек, которые помогают его удерживать. И вот если разобрать каждый этот этап, да, что такое сопротивление изменениям, как это происходит? Это когда у тебя есть выгоды, у тебя есть выгоды, и ты сопротивляешься. Ну, во-первых, согласитесь, ведь выгодно ничего не делать, да? Что-то делать — это уже выход из зоны комфорта. Учиться — это выход из зоны комфорта. Там хоть что-то, любые действия — это выход из зоны комфорта. Зона комфорта — ты сидишь спокойненько, на диванчике, тебе мягенько, тёпленько, уютненько. Вот прямо здесь хорошо. Есть выгоды в этом, в том, чтобы сопротивляться. Чувство безопасности — мне здесь безопасно, а вот там я не знаю, не знаю. А вдруг у меня не получится, а лучше уж не начинать. Чем вот это потом переживать, что у тебя ничего не получится, лучше уже вообще ничего не начинать. Освобождение чувства вины, виноватые обстоятельства. Понимаете, я была бы на питании, если бы у меня зарплата была бы 100 тысяч, я бы тогда ела бы и авокадо, и всё остальное, хотя правильное питание не про авокадо, правильно? Если бы у меня был бы... Если бы я вообще сидела дома, если бы муж зарабатывал достаточно, я бы тоже была бы на правильном питании. Я бы себе каждый день выготавливала бы полезное блюдо, тушила бы себе рыбку, сидела бы и ела бы и счастливая. Хотя ты ешь каждый день, и каждый день ты делаешь выбор, что съесть. Если бы не моих куча детей, которые постоянно мне нервы треплют, я бы занималась собой, а так я вынуждена им посвятить свою жизнь. Ты просто-напросто снимаешь с себя ответственность, и перекладываешь это чувство вины на кого-то. Такое вот сопротивление. Такое деструктивное поведение, когда ты понимаешь, да, мне нужно худеть, и с этими мыслями идёшь в магазин, набираешь пакет сладостей, и сидишь это, знаете, как, опять же, на зло всем будешь сидеть и жрать. Вот такое вот деструктивное поведение, понимая, что надо что-то делать, ну надо, да, но всё-таки я ещё себе позволю. Когда человек, бывает, не признаёт даже, что есть проблема, да, хорошо, если признаёт, и ему он часто не хочет брать ответственность, ответственность за своё поведение и за последствия. То есть я не могу отказаться от сладкого. Вы что вообще? Как я откажусь? Я не могу утром, у меня утро не начинает, если я не выпью кофе с двумя чайными ложками сахара. Мозг мой не просыпается. Причём, если мы с вами сейчас откроем сайт ПапМед, где есть куча исследований, мы не найдём ни единого исследования, где действительно так и написано, что есть определённый тип людей, которые не просыпаются без кофе с двумя чайными ложками сахара. То есть, понимаете, такое вот сопротивление, что вот я именно такая, у меня точно, со мной только через сахар можете худеть. Вот. И есть такие психологические защиты, когда человек говорит, понимаете, я вообще ничего не ем. Я вообще, я ем три капустных листочка в день, и при этом я не худею. Причём она верит, она верит, что она ест три капустных листочка в день, хотя не видит, что ест гораздо больше. И она вот будет так говорить. Вообще у меня просто такая генетика. Я что только не делала, я на диете сидела, на дюкана сидела, воду пила. Слушайте, я была у десяти диетологов, никто мне не смог помочь. Никто. И вообще я сомневаюсь даже, что мне могут помочь врачи. Вряд ли. Мой случай самый сложный. И здесь как раз не про сложный случай. Это просто про психологическую защиту. Или когда говорят, знаете, вы кто? Нутрициолог? А, не, 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 не надо, не надо врач. Какой? Ну, врач, врач. А как, как меня будет худеть? У меня история самая сложная. У меня самый тяжёлый случай. У меня только врач может похудеть. Когда идёт сваливание, опять же, там, на генетику, ещё на что-то, да. И когда обвиняют в других своих проблемах. Вот тоже такая психологическая защита, что, знаете, у меня вот муж, вот я бы села бы на диету, но муж каждый вечер приходит и ест сладости. Прямо передо мной. Вот прям садится, смотрит мне в глаза и жрёт. И вот, вот что я сделаю? А я что, железная? Понимаете? И на самой настоящей психологической защиты. Это видно, это видно. Вот все вот эти оправдания, я говорю, всё это между строк читается. Вот. И какие мы можем сделать действия на этапе сопротивления? Первое. Повышение осознанности. Опять же, повышение, всё время буду говорить про это, потому что это работает. Да? Когда мы с вами разбираемся в этих процессах, что мы разберём с вами, допустим, есть какая-то вредная привычка. Да, я люблю сладкое. Да, я признаю, сладкое – это вредно. И вот повысить эту осознанность, разобраться, а чем это вредно. Все говорят, ой, сладкое, диабет. Этот диабет уже так, ну, звучит уже фоном, что ты уже даже не обращаешь внимания. А посети и почитай. А просто посмотрите историю про Юлию Началову. Я вот только вчера, не вчера, три дня назад выкладывала маленький кусочек. Слушайте, я смотрела три серии подряд док-ток. Я вообще не смотрю такие передачи. Но тут просто, честно говоря, она мне очень нравилась. Я всегда думала, что мы с ней одногодки, но она мне старше на два года. И мне, я помню её ещё с утренней звезды. Я просто обрыдалась. Я смотрела три часа, я три часа плакала. Посмотрите, насколько всё серьёзно. То есть повысить осознанность, да, где-то даже действительно напугать себя, просто напугать, насколько это страшно и опасно. И не думать, что меня обойдёт. А если не обойдёт? Самое главное, да, это заставить себя задуматься о вредной модели поведения. Чем это вредно? Очень важно не стимулировать человека, допустим, да, вот снаружи, сейчас к каким-то действиям. Вот если человек находится на этапе сопротивления, я это сразу вижу. Вот мы с вами начинаем курс, там идёт первое домашнее задание, это анкета. И вот там о себе очень много рассказывают. И сразу видно, кто находится в сильном этапе сопротивления. Кто-то уже приходит, уже это сопротивление прошло, кто-то, и видно, что мы сейчас можем это пройти вместе. А кто-то прям вот жёстко, всё вообще. Вот мой случай самый тяжёлый, и я без кофе и сахара не просыпаюсь, а без кефира и булки не засыпаю. И вот вы хоть что, вот придумайте мне такую диету. Таких людей призывать к действию абсолютно бесполезно. И они ещё говорят, промотивируйте меня. Нет, таких людей мы отпускаем. Попытка пристыдить. Как-то вызвать к совести бесполезно. То есть это приведёт к обратному эффекту. И любой стыд, он наоборот ещё больше загоняет человека в тот самый срыв, в тот самый стресс. Потому что самое главное, нужно понимать, что мы все не идеальные. И мы можем делать то, что можем. Если вы хотя бы не можете сейчас сесть на диету, но вы можете проходить 10 тысяч шагов в день, это уже супер. Это уже будет большой шаг. Если ты можешь уже начать пить воду, прекрасно, начни с этого. Всё постепенно подтянется. Делай хотя бы то, что можешь. Постараться себя на это время ограничить максимально от каких-то триггеров к такому поведению. То есть это, во-первых, сладкое не нести домой, например. Попросить мужа не приносить это домой. Ну, то есть сделать что-то, чтобы постараться себя оградить от этого, чтобы не сорваться. Этап размышления — это как раз тот этап, когда ты уже, ну, вроде бы, сопротивление прошёл, ты понимаешь, да, надо, надо всё-таки действовать. Время пришло, скоро весна. Вот, но возможно будет диета такая, прям вот самая лучшая. Может быть, её как раз к весне-то и найдут. Или погуглю я ещё таблетки для похудения. Всё-таки должен быть выход. У нас научились космонавтов запускать в космос. А что, не могут таблетку придумать для похудения? Ну, смешно же, смешно просто. Мобилки придумали, а вот таблетки нет, наверное, они есть. И вот ты начинаешь уходить вот в эти фантазии или уходишь в такое размышление про то, что так, сейчас, что у нас там, февраль, у мамы день рождения, у меня день рождения, а потом у нас 8 марта, а потом у нас свадьба у тёти Клавы, а вот в апреле, в апреле, возможно, праздников не будет. Да, и вот в апреле я собой займусь. А в апреле начинается Пасха, а потом 1 мая, а потом 9 мая, а потом шашлыки, а потом, и ты понимаешь, что всё-таки, в принципе, волшебный миг не наступил. Вот это, вы знаете, откладывание, откладывание до лучших времён, это всё этапы размышлений, каждый это проживал. Вот сейчас не время, не-не-не, только не сейчас, сейчас не время, но будет, будет время, такое прямо суперское, когда вот я сяду спокойно себе, разберусь в этих бежу, в калориях, приготовлю, никто меня не дёргает. А вы вспомните, когда последний раз такое было, что вас прямо оставили в покое, что вы могли себе столько уделить внимания. Что здесь работает? Как вы выскочите? О, говорит, про меня, видите, как классно. Знакомые слова, слушайте, классно, классно, я рада, что отзывается. Что делать на этапе размышлений, когда вот человек вот застревает в этом, вот ходит, всё думает, мечтает, да когда же начать, в этот понедельник или в следующий? И эмоциональное пробуждение, эмоциональное пробуждение, как минимум, что можно сделать? Встать на весы, доставайте весы, поменяйте батарейку, может быть, она там уже села давно, вставайте на весы, смотрите правде в глаза. Отрезляет, девчата, так отрезляет вообще просто. Готовы уже бежать сразу на стадион. Можешь достать свои летние вещи. Скоро весна, лето, достаем вещи и натягиваем на себя. Отрезляет вообще, дотягиваешь джинсы до колен и понимаешь, ё-моё, что делать-то? Но это, знаете, это то, что можно сделать специально, пока не ждать какого-то пенделя от вселенной, это можно сделать самостоятельно. Раздец себя сфотографировать, поставьте телефон. Мне очень нравится, у меня есть одно интервью на ютубе, я брала одной девочке, она из Германии, она говорит, ты знаешь, я вот пошла на первую неделю курса, до этого, говорит, я была на марафоне у тебя, потом думаю, ну пойду на курс, послушаю хотя бы первую неделю, что там и как. И говорит, вот прошла я первую неделю, но ещё думала, идти, не идти, и тут ты мне говоришь, там сделай фотографию до и после, чтобы мы потом смотрели результаты, потому что иногда результат больше видно не по весам, а внешне. И она говорит, я делаю это фото, говорит, смотрю, думаю, нифига себе, это моя спина, такая огромная спина. Она говорит, меня, я не знаю, почему, но меня прямо сильно переклинило, говорит, когда я увидела себя со стороны, говорит, сзади, говорит, когда я увидела свою спину, это очень смешно звучало, когда я увидела свою спину, говорит, я поняла всё, я больше откладывать не буду. Сделайте фотографию. У каждого телефона, сейчас есть возможность сфотографировать, это знаете, как-то с таймером, да, ставите там на 10 секунд, телефон, отошли, сфоткали себя и посмотрите, просто посмотрите, мы не видим в зеркале того, что мы видим снаружи, ну вот именно, со стороны, со стороны, снаружи со стороны. Это работает. То есть вот, сделайте себе эмоциональное пробуждение, если вы застряли в этапе размышлений. Есть очень классные фильмы, такие фильмы, как «Сахар», такие фильмы, как, да, даже этот, «Я худею», очень люблю этот фильм, и много есть таких, «Корпорация еда», «Вилки против ножей», да их вообще просто масса, фильмов, которые мотивируют снизить вес, именно начать что-то делать, поменять своё питание, просто масса их, фильмы эти работают, ты посмотрел, ты вдохновился и побежал, но «Я худею», это вообще просто классика, я очень люблю этот фильм, и у нас постоянно его рекомендую посмотреть. Собственные какие-то агитационные материалы работают. Что это такое? Это фото, вот ваше фото, где вы себе безумно нравитесь, вот там я, 15 лет назад, на море, в Геленджик, когда мы поехали с любимым, с любимым, и вот я в купальнике. Вешайте это фото на холодильник, ставьте его на заставку телефона, всё время агитируйте себя, стимулируйте себя снаружи. Карта мечты работает, заставка на телефоне, подписаться на тех, не знаю, там, блогеров, которые вам нравятся, как они выглядят, да, то есть вот всё время себя снаружи стимулировать, это работает, это поможет вам вытащить себя из этапа размышлений. Можно ещё пофантазировать, но пофантазировать в худшую сторону, да, что будет, очень хороший вопрос, что будет, если я не начну менять себя завтра? Что будет, если я не начну менять себя завтра? И вот тут у тебя сразу складывается такая цепочка, что там сейчас, допустим, мне, например, там в 40 лет или там 30 лет вес там 75, а в 35, возможно, вес уже будет 80, а в 40 уже будет 85, вес ведь растёт с возрастом, да, это же нормально, как минимум там полтора килограмма прибавляется, а бывает ещё, если есть какие-то нарушения пищевого поведения или любовь к сладкому, то прибавляется не полтора килограмма, а больше. И ты понимаешь, а в 50-ом может быть уже и климакс наглянет, а я уже туда же к 90 приду, а с климаксом ещё прилипнет 15 килограмм, это уже будет 100. И ты понимаешь, просто ужасная вообще такая, знаете, очень неприятная история получается. И вот эта вот мотивация от, она работает. Это называется мотивация от, то есть от страха, да. мотивация к, это я хочу быть такой, как я тогда была в Геленджике на море, а от это, я как представлю, что через 5 лет ситуация ухудшится, она ухудшится, потому что мы не стремимся никогда в одном месте, да. Мы либо двигаемся вперёд, либо мы идём 7 мильными шагами назад. Мы всё время находимся в движении, мы никогда не стаёмся в тагнации. Вот. И это тоже классно работает. Вот. То есть вот можете себя также прокоучить без коучинга. Вот просто себя прокоучите. Так что будет, вот поставьте себе вечером такое задание, если я не начну действовать уже завтра. Поставить себе правильные вопросы. Очень хорошо работает целеполагание. Целеполагание у нас с вами будет. Оно будет в среду на первой неделе курса. Это очень важная часть. Я говорю, что и у меня часто задают вопросы, почему мы вообще тут собрались худеть, а вы нам тут процели полагание. Потому что с этого надо начинать. Потому что только когда я увидев, что ваша мотивация уже действительно достаточно глубока и пропитана, вот тогда я дам программу питания. И ещё классно проводить такие, знаете, функциональные анализы. Это значит повод, поступок, последствия. Можно идти от обратного. Последствия. Сегодня утром встала на весы ёлки-палки, плюс полтора. Поступок какой был? Вчера наелась на ночь сладкого. А повод был какой? Перенервничала. Перенервничала на работе, психанула, пришла и заела эмоции. Вот такой вот анализ. Он очень классно работает, потому что в следующий раз вы можете работать с собой и менять свою стратегию реагирования. Вы понимая, что вы сейчас опять перенервничали, вы понимаете, что сейчас лучше пойти куда-то развеяться и себя немножечко отвлечь. И пойти с работы, не домой, я не знаю, по магазинам пройтись, или в кино сходить, или в фитнес-клуб сходить, или к подружке забежать. Но вот себя просто-напросто отвлечь, потому что дома история может повториться. То есть вот такой вот анализ на реакцию тех или иных ситуаций, он помогает избегать в последующих каких-то моментах такого же реагирования и вырабатывать другую стратегию реагирования. Следующий этап подготовки. Вот этап подготовки у нас с вами тоже. Он будет идти всю неделю. Почему сегодня мне очень многие задали вопрос, почему вы не выслали продуктовую корзину? Мы завтра начинаем с вами курс. А почему мы не начинаем сразу же с продуктовой корзины? Потому что до продуктовой корзины у нас с вами очень много работы. И для того, чтобы начать такие вот прям действия, потому что сесть на программу питания это уже решительное действие. Для этого нужно себя подготовить психологически. Это первое. Второе, подготовить себя даже физически. Подготовить весы. Вам нужны они будут? Вот только что был вопрос. А как без весов? Если задача снижать, если у вас задача просто нормализовать питание, вам весы не нужны. Если задача снижать вес, вам нужны будут весы. И напольные, и кухонные. Да, я буду показывать разные варианты, как и взвешивать еду, и как не взвешивать еду. Но всё равно весы нужны, потому что это ваши инструменты. Ну как? Как без них? То есть вот эти этапы подготовки, они обязательны. Очень являются большой ошибкой, когда человек слишком рано переходит к этапу действий. Вот он сильно замотивировался, у него этот эмоциональный такой всплеск, где-то там получил неприятный комплимент, увидел с своей стороны, всё, и тут побежал. И психика не справилась. Психика не справилась, потому что с сегодняшнего дня надо было уже отказаться от сладкого, начать пить много воды, начать программу питания, всё взвешивать, помнить, что надо кушать 4 раза, при этом ещё ты понимаешь, ещё бы спор добавить, что было бы быстрее, да, и побежал ещё на стадион, набегался как сумасшедший, и у тебя столько всего, и ты пока это всё сделал, к вечеру твоя психика просто думает, я не выдержу этого, и я долго так не протяну. Это просто, это слишком много всего, понимаете? И всегда очень классно здесь работает этап постепенности, этап постепенности и плавности. Поэтому на первой неделе самое главное, что надо сделать, это у нас будет с вами работа над режимом питания, мы это подкорректируем, работа уже над отказом от сладкого, хотя бы просто вычистить своё питание, вычистить, просто чтобы определить свои продукты, да, только здоровые, без пищевых веществ, всё, хотя бы вот это. Вам потом будет настолько легко перейти на программу, просто, я говорю, вы перейдёте на неё без стресса. То есть вот эта вот постепенность и плавность, да, внедрение каких-то изменений. Что ещё на этапе подготовки нужно? Принятие обязательств, про которые мы с вами говорили, да. Начинаем продвигаться понемножку. Здесь очень плохо работает перфекционизм, да. Сейчас мы тут всё уже за неделю. Насколько я похудею за неделю подготовки? Ну, честно говоря, кстати, худею за неделю подготовки до двух килограмм, когда убирают лишние продукты и уже начинают снижать вес, ещё без программы питания. Назначьте дату старта, да. У нас с вами это начнётся как раз с 7 февраля все сядут на программу питания. До 7 февраля я всех подготовлю к этому качественно и к 7 вы будете готовы полностью. И у вас будет полный холодильник продуктов и психологически вы будете просто готовы на 100%. оповестите значимых людей о вашем решении, да. Скажите своему мужу о том, что ты меня просто поддержи. Ты просто поддержи, да. Не носи домой конфеты. Вот. Создайте собственную дорожную карту. Мы с вами это будем делать. Мы это будем делать с вами как раз на уроке по целеполаганию, когда мы будем с вами точно выстраивать наш с вами путь от точки А в точку Б, что, зачем будет идти, да, как мы будем с вами снижать вес, какие придётся проходить этапы, какие придётся делать действия ежедневные. И к этому ты уже себя настраиваешь, что это, да, это надо будет делать каждый день, а не один раз, да. Ты понимаешь, что твоя целая, там, полная глобальная цель это минус, там, 30. Вдохновляет? Нет, вдохновляет вообще, вдохновляет очень. Но ты понимаешь, что это за год. А значит, за месяц, да, это примерно 3 килограмма. И ты нормально настраиваешься, реагируешь, что да, нормально, в месяц 3 килограмма. А если разделить это понедельно и на день, ты не ждёшь каждый день от веса по 2 кило. То есть это уже такая определённая психологическая настройка, что процесс будет протекать именно так. Так, и в итоге я увижу свои 20 или 30 килограмм на выходе. Вот эту вот дорожную карту мы будем делать с вами. Так, требуйте помощи от близких, да, объясните им просто конкретно, что вам нужно, чтобы они сделали для вас, да. Просто, просто не то что там поддержать, хотя бы не мешайте, не мешайте худеть. Дальше у нас начинается этап действия. Этап действия. Здесь как раз мы садимся на программу питания, да, начинаем что-то делать. И здесь вот есть несколько таких неприятных ловушек. Это, во-первых, халатное отношение к подготовительному этапу, да. Когда всё-таки ты веришь в ту самую волшебную таблетку, когда ты недооценил серьёзность, да, всей ситуации. Когда ты повторяешь много раз одну и ту же стратегию, это, знаете, когда рассказывают о том, что да, у вас тут худеют 5 килограмм в месяц. Помню, я была на голодании когда-то, и за 20 дней мы там все посбрасывали по 20 кило. Вот это я понимаю. 20 кило за 20 дней, а у вас за месяц 5. Ну, ты же понимаешь, что это, ну, то есть вес, если ты сегодня здесь, вес вернулся, проблема осталась, ничего не изменилось. Это не сработало, да. Но человек всё равно вспоминает, вот тогда, конечно, был результат. Он не анализирует, что после этого результата у него могли быть нарушения здоровья, нарушения пищевого поведения, вес вернулся, 20 потеряла, 25 пришло, и так далее, и тому подобное. И сейчас ей в жизни не выдержать эту голодовку, да. Но вот какие-то воспоминания остались. То есть это не работает, да, повторение, то есть если вы что-то когда-то сделали, какую-то стратегию применили, в итоге она не сработала, а что значит не сработало? Да, мог вес потеряться, да, но он не удержался. Значит, ваша стратегия не работает. Её надо менять. Нет смысла 10 раз терять по 20 килограмм и набирать их обратно. Более того, это очень вредно. Это очень вредно. В один момент не сработает ничего вообще. Придёт определённые метаболические такие нарушения, когда не сработает больше никогда. Ни одна диета, ни один диетолог, эндокринолог, вообще никто не поможет. Потому что вот такие вот скачки веса минус 20 плюс 20, они очень-очень вредные. Поэтому не надо повторять одну и ту же стратегию, нужно её менять. Ещё вспомнила. Это у нас с вами завтра будет, не завтра, а послезавтра будет на уроке. Я буду говорить вам о том, что не помню, кто говорил, Наполеон Хилл или кто. Говорит, если вы потерпели какую-то неудачу, это тоже не стоит опускать руки, не надо сдаваться. Просто-напросто нужно пересмотреть свои планы, свои действия пересмотреть, признать, что они не сработали, взять другие, построить планы, разработать другие действия и продолжать двигаться дальше. То есть тоже нет смысла сдаваться, нет смысла залипать в той ситуации, что вот могло бы помочь, да, опять так же, ну и нет смысла опускать руки, потому что всё равно уже худела, всё равно не удастся. Вот. То есть здесь это действительно хорошо работает. Ещё бывает, знаете, на этапе действия, здесь как раз вот есть такая ещё, такой момент, это когда начинается такая пробуксовка, это касается тех, кто снижал вес, снизил уже намного, да, допустим, цель сбросить 30, а 15 уже сбросила. И ты начинаешь расслабляться, потому что тебе уже кучу комплиментов говорят, ты уже себе нравишься в зеркале, всё так классно вообще, ты понимаешь, ты уже молодец. Я всё время об этом говорю, особенно тем, кто прошёл курс. Я на последнем уроке говорю, вы сейчас получили столько знаний, но мне очень важно, чтобы вы дошли до результата, потому что вот это, когда ты получаешь столько знаний, у тебя появляется такое, знаете, ошибочное, очень обманчивое состояние, что теперь я знаю всё, в любой момент, если мне надо будет, я похудею. Но дело не только в знаниях, а дело ещё в определённом психологическом состоянии. И вот когда мы его улавливаем, те, кто пришли на курс, вот те, кто пройдут эту неделю до конца, вот они его точно уловили, вот они точно дошли до своей точки кипения. И вот это состояние нужно удержать и сразу же дойти один раз и до самой цели, до финиша дойти. Чем сойти с дистанцией, с мыслями, теперь-то я знаю, программа питания у меня есть, мне Света дала, она очень большая, там есть что выбрать. Знания у меня есть, как рассчитать себе, калории, кому угодно, я знаю. Как потом, что делать, я всё знаю, если мне надо будет, я вернусь, пойду-ка я пока отдохну. И всё. И вот это состояние такое, очень обманчивое, когда ты начинаешь сходить с дистанцией, а потом психологически себя загнать в это не можешь. То есть такое, знаете, это пробуксовка, её очень многие проходят, поэтому у меня многие спрашивали, а почему люди ходят, вот несколько раз там один тоже курс проходит, да, и почему они там не уходят от вас, они не получили достаточно знаний, нет, вот как раз чтобы не попасть вот в это состояние такое вот пробуксовки, когда ты всё равно, тебя кто-то будет снаружи подпинывать, да, вот потому вот есть те, кто не готовы остаться с собой один на один. что у нас ещё в действиях, когда мы действуем у нас, мы должны понимать, что мы имеем право на ошибки, мы имеем право иметь свои границы, их надо чётко отстаивать, в том числе и в питании, да, так же, как мы отстаиваем свои границы, когда он что-то запрещает, точно так же нужно яро отстаивать свои границы, когда кто-то тебе пытается наоборот навязать то, что тебе не надо худеть, или да ничего страшного, от одного кусочка ничего не будет, знаете, это тоже, это некое внедрение, да, и в свои границы, то есть их нужно очень хорошо отстаивать. Мы имеем право на то, чтобы с вашими, да, с нашими границами считались, мы можем менять своё мнение, это нормально во время, да, действия, это абсолютно нормально, вот, мы можем не соглашаться с оценкой других, то есть когда мы с вами занимаемся своим питанием, с изменением своего образа жизни, нам абсолютно не важна оценка других, потому что будут говорить разные, одни люди очень хорошие, очень адекватные, очень понимающие, да, и они наоборот вас всегда поддержат, и скажут, какая ты молодец, просто вообще, я представляю, вот с каких усилий тебе вот это даётся, да, что ты вот готовишь себе, вот там, несмотря на то, что у тебя там и работа, и семья, и смотри, как классно похудела, ты прям как девочка выглядишь, но есть и другие люди, которые будут говорить, что, да, ты постарела, да, посмотри на себя, да, тебе было лучше в 90-х, у тебя хоть щёчки-то были, да, тебя ущипнуть не на что, да, мужики на кости не бросаются, понятно, что такие люди никогда не говорят вот эти вещи от, знаете, от какого-то доброго сердца, вот, и здесь вообще не нужно никак принимать вот такую вот оценку вообще на свой счёт, просто можно таких людей пожалеть, и лучше от них абстрагироваться, вообще вычеркнуть их из своей жизни, вот, если же чувствуете, что вы как раз на вот этом этапе пробуксовки, да, лучше избегать вот этих вот, опять же, моментов, понимаете, что и так себе лишнее позволяете, поэтому опять лучше себе создать такой некий вакуум, да, чтобы не срываться, и чтобы опять себя загнать в нужную колею, можно придумать себе какое-то самовознаграждение, да, опять же себя промотивировать, вот, круто, если мы общаемся с единомышленниками, оставайтесь всё время с теми людьми, с которыми, да, которые вас мотивируют, читайте этих людей, смотрите этих людей, общайтесь с этими людьми, мне очень нравится, кто-то, кто-то из бизнес-тренеров рассказывал, так интересно, говорит, когда ты, это про общение, и вот как мы сильно заражаемся тем или иным, да, говорит, когда ты заходишь в рыбный магазин и постоишь там, я очень хорошо помню, в Саратове, вот кто из Саратова, есть магазин осьминог или осьминожка, не помню, как-то так, и это рыбный магазин, ещё знаете, такого вон прямо Советского Союза, прям построенный, где кафель по самому потолок, и там такой запах рыбы, отвратительный, ну там очень богатый выбор рыбы, мы всё время туда заходили, но рыбой воняет ужасно просто, если там только задержишься в очереди, ты выходишь, и тебя так воняет этой рыбой, вот прям ужасно, и другое дело, когда ты зайдёшь в тот самый там бракард, да, или литуаль в России, вот, магазин так, парфюмерии, и вот ты нанюхаешься вот этих всех ароматов, да, выходишь, у тебя всё, всё пахнет от тебя, так же и общение с людьми, да, если у тебя твоё окружение, вот именно такое, да, которое не хочет меняться, не хочет развиваться, не хочет менять свой образ жизни, не хочет снижать вес, да, но я честно не говорю, не всем снижать вес, да, но если реально им нужно, они это не хотят, они это отрицают, ещё и тебя тянут за собой, не хотят вести здоровый образ жизни, скажем так, да, они и тебя будут тянуть, и это будет такое же состояние, когда ты с этими людьми пообщаешься, вот будет реально, как будто сходил в рыбный магазин и ты вот вот такое неприятное ощущение и другое дело да когда ты пошел к тем людям которые действительно тебя заряжают которые тебя мотивируют которые тебе помогут пройти вот любые этапы сложные а это как раз твое окружение да когда ты вот с такими пообщался значит пообщался тебя прям мотивация просто зашкаливает у меня очень приятно было мне кстати несколько человек написали вот за эти пару дней что будет еще будет к вам на курс не пришла дает пока только записалась но посмотрела там несколько stories будет послушала и знаете как не сорвалась хотела сорваться вот посмотрела stories не сорвалась то и знаете вот такой вот невидимый энергообмен получается да то есть очень хорошо как-то мы общаемся с единомышленниками либо находимся в кругу людей которые тоже в той же теме которая вас интересует зачистите территорию от соблазнов это все у нас на этапе действия защищаем выбрасываем все конфеты сахар все мед отправьте маме пока что на данном этапе да то есть вот все чтобы вас вообще никаких соблазнов дома не было стоит и вина недопустимы все это про это забудьте я буду про это говорить вам все пять недель про то что никакого стыда сорвалась ничего страшного проанализирую что случилось что к этому привело какие эмоции как мы можем этого избежать либо это были не эмоции либо это допустим ты просто-напросто забыла собой еду взять и это к этому привел физический голос что тоже нормально никакого стыда и вины вообще никогда вот и постоянно поддерживаем положительный настрой намеренными действиями как вы еще можем поддерживать положительный настрой смотреть на маленькие изменения ежедневно вот потом переходим к этапу сохранения результата скажу что он нормально когда в снижение веса приходит рецидив это нормально лишний вес вы знаете что это заболевание это хроническое заболевание и только пять процентов ужасная статистика ужасная но я уверена что здесь много людей как раз те которые попадут в эти пять процентов 5 процентов людей удерживают вес навсегда и не возвращаются больше никогда да у них нету рецидива остальных это может быть рецидив либо сильный то либо какой-то небольшой тут смотря в каком на каком этапе ты остановишься и что может к рецидиву привести это излишняя самоуверенность все я теперь похудела теперь я могу вообще вот в любой момент я знаю как худеть не срабатывают старые планы помните да ежедневный соблазн когда начинается какая-то череда гостей постоянных или допустим вот как-то незаметно для себя начали каждый день покупать домой там семечки и вот вечером сидим смотрим кино и семечки едим сегодня завтра послезавтра и потом бац и три килограмма за месяц набрала незаметно на какой-то ежедневный соблазн никто же не против семечки никто не против там тортиков да но он не должен быть ежедневным самобичевание тоже приводит к рецидиву да когда ты вот тут сорвался или там себе позволил тут бичуешь без конца и края вот это вот себя пилишь пытаешься наказать и опять же ты срываешься потому что ты стрессе и вот вот это тоже приводит к рецидиву какие есть методы сохранения изменений опять же избегаем любых рецидивов стараемся до помню что нам нужно на то чтобы эти привычки влились нашу жизнь нам нужно но поверьте уж не один год точно мы начинаем это делать первые пять недель это только мы внедрили все внедрили но она еще не вросло потому что вы жили кто-то 30 лет кто-то 40 лет кто-то 50 лет у я сегодня показывал женщину 62 года сегодня день рождения 62 года она 61 год жила с определенными привычками и только последний год мы начали эти привычки менять разве мы можем за последний за один год за месяц за два месяца изменить все нет нет то есть нужно постоянно практиковать очень хорошо помогает медитация вот как бы странно это не звучало но медитация очень хорошо помогает в борьбе с негативным мышлением а соответственно в работе со стрессом вообще медитация такая знаете вещь которая даже просто когда ты себе уделяешь время на медитацию то есть уделяешь в своем сильно занятом графике какое-то время на себя это уже очень ну как бы позитивно влияет на твое состояние поддерживающие отношения опять же да с единомышленниками когда вы помогаете в этом же другим да вот например там кто-то разобравшись в питании начнет помогать наладить питание мужу маме сестре и вот вы начинаете другим помогать в этом и тогда вы находитесь на этапе сохранения результата и потому что вы уже здесь встаете в позицию учителя а вам же как учителю как бы негоже сорваться это тоже классно работает но надо понимать что рецидив это норма да такое бывает преодолеть проблему с первого раза не всегда удается ничего страшного вот метод проб и ошибок приводит к пробуксовки и затягивает время но тем не менее да найдется метод который сработает рано или поздно вот срыв это не значит рецидив срыв это не значит рецидив а если вы хорошо освоили вообще саму систему питания и работы взаимодействия питания и организма и можете себе делать вот эти вот плане планируемые отступления диеты срыва вас не будет поверьте то есть это можно запланировать у вас срыва не будет но даже если вы сорвались это не рецидив стресс тоже способствует рецидиву поэтому с ним нужно работать это учиться реагировать на стресс по-другому потому что мы отвечаем за свою реакцию не мы не являемся заложником ситуации до или реакции своей мы точно выбираем стратегию реагирования кто-то абсолютно спокойно может слушать какую-то там новость да и держать себя в руках а кто-то специально уходит в какие-то эмоциональные качели и он просто-напросто себе позволяет реагировать именно так то есть мы можем управлять своим своей реакцией и скажу что очень классно что опыт полученный в результате рецидива способствует более надежному и стойкому решению проблемы если у вас был рецидив допустим похудела когда-то на 20 килограмм набрала а потом взяла себя в руки пошла другим путем и опять похудела уже на 20 на 30 вот этот опыт будет очень крутым потому что у вас опять же выработается определенная стратегия как вытянуть себя из этого состояния потому что у каждого это будет своя стратегия и свои знаете свои свои пошаговые свой пошаговый план который мой план не будет применим к вам да а вот вы разработаете свой если у вас такой рецидив был если вы смогли это побороть вовремя взять себя в руки до вовремя встать на ноги это очень-очень крутой опыт и последний этап это завершение это изменившийся образ я отсутствие соблазна в любой ситуации когда ты спокойно сидишь в гостях все объедаются бургерами ты заказываешь свой целом цезарь и просто кайфуешь от процесса и смотришь и тебе абсолютно не хочется этого извините за выражение говна вот и вот этот этап действительно я много вижу людей которые действительно вот пришли к этому этапу я безумно горжусь ими есть те которые мы еще идем к этому этапу я знаю что мы точно придем вот но поверьте это точно возможно и большинство этих этапов практически все кроме последнего до кроме завершения мы с вами будем проходить за эти пять недель курса вот начиная с этапа размышлений этапа сопротивлений особенно я люблю когда приходят такие очень недоверчивые люди вот и с ними это особо интересная работа и когда они проходят курс в том раз слушайте ну просто вы растаяли лед вот это конечно очень приятно вот и самое главное что будут разные ситуации когда хочется бросить и хочется все просто послать вот потому что это действительно сложно но мы ведь говорим про питание правильно ведь в любом случае каждый день мы едим как минимум три раза да может это два раза кто-то больше мы все равно еди и просто нужно взять ответственность за свой выбор не поможет 300 грамм съеденного шоколада в вашей какой-то ситуации в каком-то там не знаю скандале с мужем если вы все бросаете и начинаете есть что попало это тоже не оправдывает занятость еще что-то это не так то есть здесь действительно знаете такое перекладывание ответственности не сработает потому что мы все равно едим как бы там ни было мы про питание каждый день ставя свою тарелку на стол вы делаете выбор в какую сторону вы вы делаете сохранить свое здоровье улучшить его достичь наконец-то желаемой цели да и пройти вот именно ту картину которая говорила в начале или наоборот усугубить состояние до махнуть как будто сейчас на себя рукой но все равно вы рано или поздно все равно об этом вспомните вы делать этот выбор каждый раз когда накладывать себе кушать когда покупаете себе еду когда складывать эти продукты в тарелку это ваш выбор это ваша ответственность это не кто-то виноват не книги это не размер зарплаты размер свободного времени количество наличия детей или их отсутствие муж работа командировки это не так мы с вами все равно едим ежедневно это только ваш выбор поверьте есть всегда решение есть решение когда ты ездишь куда-то когда ты часто в самолетах я тоже очень часто раньше много ездила и было такое что у меня буквально там за одну неделю у меня несколько перелетов несколько городов я утром просыпаюсь и понимаю что я не помню в каком городе я нахожусь потому что вот вот так вот быстро все менялось и это не мешало мне в тот момент делать огромную работу над своим питанием я брала с собой творожки и брала с собой еду в самолет чтобы не кушать вот этот пищевой мусор который дают самолете и неважно было что я могла 14 часов стоять на работе стоять фитнес-клубе на открытии фитнес-клуба где работа у тебя просто море а стресс девчата вы даже не представляете какой-то огромный стресс когда ты когда у тебя море людей все тебя что-то хотят и есть очень много конфликтных ситуаций есть много разных ситуаций начали игру от конфликтных ситуаций когда просто клиент приходит там зло и без настроения и заканчивая там обмороками во время первых тренировок ты все время в стрессе находишься и это но не дало сойти с дистанции я проходила это я практик вот поэтому скажу что неважно какие у вас сейчас обстоятельства если для вас ваша цель действительно важность вы понимаете вот мои выгоды что я получу если я действительно ее достигну да и вот мои временные какие-то удовольствия временное удовольствие это как раз поесть сладенького там выпить любимый сладкий кофе съесть печенюшечку кусочек тортика на ночь да а здесь вот есть выгоды другие у кого-то это здоровье у кого-то это внешность у кого-то самооценка самоуверенность гардероб или еще что и вот когда вот весы перетянут как раз с выгодами вашего вашей цели вот тогда для вас никакие проблемы не будут и ваши вот эти ежедневные какие-то такие ситуации не будут являться каким-то большим большой преградой на пути к достижению вашей цели вот такие этапы мы проходим при любых изменениях я конечно всего говорила это в разрезе похудения потому что собственно эта тема моя но это можно применить к любым изменениям и это везде одинаково работает и теперь еще у нас можно ну давайте 15 минут прям на вопросы оставим и поехали можно задать вопросики а что взяли полезного вот пока кто-то пишет вопросы а кто-то напишите что было полезным на этом эфире я думала у нас будет с вами часок а получилось даже два с микро инсультами можно конечно можно вот мужу надо скинуть 20 килограмм очень сложно всегда дает всяк заедает всякое состояние не верит в эти вебинары диеты тяна вам нужно просто он вряд ли это сам будет делать если вы пойдете и займетесь его питанием вы будете слушать вы будете это готовить ему будете просто подставлять тарелочку это сработает в основном с мужчинами это по большей части работает именно так жанна привет спасибо большое спасибо очень интересно классная рада спасибо вам пить и только не на ночь желательно до 6 вечера это не так это очень глубокое заблуждение очень знаете такие рекомендации древних древних диетологов пить можно круглые сутки как попасть нам программу напишите мне в директ или под последним постом слово хочу я вам отправлю ссылку завтра утром мы начинаем с инсулино-резистентностью нужно не можно а нужно идти обязательно мы ваш инсулин снизим если у вас есть анализы то скиньте обязательно мы зафиксируем прямо первоначальное и потом посмотрим как дальше супер мотиватор спасибо я часто передаю после работы 2230 как изменить меню надо чтобы вы на работе кушали вот мы начнем с того что мы сначала начнем работать с тем чтобы вы ели на работе камни можно я очень хочу к вам на курс обязательно напишите мне в директ так я стала верить себя с вами класс класс вообще когда надо взвешиваться утром натощак натощак после утреннего туалета до того как попили воду в завтрак можно не включать белок ну есть такие варианты но честно скажу что он будет сытнее вот если нам с вами нужно не просто поесть а нам с вами нужно определенно повлиять на 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 ваше пищевое поведение дальше не просто сейчас покушать до спрогнозировать ваше пищевое поведение для этого белок нужен чтобы вам было сытно на несколько часов белок дает длительную сытность но опять же есть варианты и без белка на завтрак но потом вы других приемах пищи спасибо большое очень сильно отекаю как избавиться а то вид пухший смотрите о чем а почему отекаем сначала надо разобрать вашу продуктовую корзину что едите много продуктов содержит много сахара много соли это уже отечность вот как только мы это уберем вы сразу же начинаете игру бегать в туалет просто ну сильно прям и уже уходит несколько килограмм только потому что ничего соль не держит ой сольгу и воду не держит да а следующее это опять же если есть лишний вес то опять же лишний вес будет держать жидкость все люди имеющие лишний вес они отекают потому что жир притягивает к себе тоже воду вот надо начинать с питания климакс не могу сбросить последние пять килограмм приходите вам покажу чудо медицинской диетологии понравилась идея переключения по вечерам на другой интерес класс вот смотреть полезные эфиры вот кто-то бы сейчас там жевал то если вы сейчас смотрели эфиры не жевали вы молодец так все полезно и рада была увидеться спасибо большое очень приятно так рассчитано к быжов питания да у всех разная калорийность верно нет ни по одному меню нет или не по одному меню именно поэтому я не делаю завтра всем рассылку меню именно поэтому я буду с вами целую неделю до этого меню работать я посмотрю и на вашу анкету на ваше состояние здоровья цели ваши вес историю похудения пищевое поведение все видно за одну неделю все видно полностью можно провести анализ и концу недели вы получите меню которая вам подойдет без лактозное молоко замена простого молока действительно ли нет молочного сахара нет молочного сахара да спасибо полезный эфир как относитесь к питанию по группе крови она не доказала свою эффективность она не работает послушать вам хочу построить не выучиться на антрициолога стать тренером ой слушайте ну классно классно я очень рада я уверена что у вас получится приходите снизим вес и дальше пойдете у нас очень много кстати вышло антрициологов после курса очень много прям кто прям знаете пропитался этой идеей этой работы прям это классно идеальный завтрак какой он а я каждое утро показываю это полноценный завтрак я знаете за кашку причем она может быть в любом виде она может быть прям какашка или это может быть то же самое там овся на блин это может быть выпечки вот это может быть белок там я лично люблю яйца есть можно еще и творог добавить до обязательно жир для того чтобы у нас был для того чтобы был отток желчи отток желчи пойдет как раз на жир вот сливочное масло в кашку и вы себя чувствуете просто прекрасно но вариантов много есть и те же самые сырники и я говорю та же самая выпечка может быть из хороших хорошей муки или хороших круп можно делать выпечку в общем вариантов очень много но я сейчас показываю мяч из каждый день завтрак кашка и и яичница эфир понравился спасибо огромное ой спасибо как приятно танюшка привет завтра смотрите вы не переживайте что вы что-то пропустите вы не пропустите потому что во первых это же онлайн обучение то есть вообще в нам не нужно с вами собраться взяться где-то за руки да и вместе быть завтра в 11 утра по москве во всех чатах потому что они есть в отцапе и есть в телеграм появится первое сообщение и первое домашнее задание обязательно вы сделаете не проигнорируйте не надо прям в один сидеть ждать если вы на работе еще вы придете домой вечером вы все успеете просмотрите будет короткое видео и будет еще текстом написано что нужно сделать и вы отправляете домашнее задание мне в личное сообщение номер я все вам оставлю вот важно делать домашнее задание в срок вот не догонять потом в конце недели все и так не сработает и так каждый день будет примерно вот утром в 11 утра по москве появляется информацию посмотрели когда вам удобно и сделали и сделали у вас будет единственная самая загруженная неделя это первое когда у вас будет три домашних заданий но они все важные потому что мы сами сейчас на этапе подготовки на чтобы к определенному числу к определенной дате стартовать а это у нас с вами какое там 8 февраля да это будет понедельник через неделю восьмого февраля все сядут на программу питания чтобы мы с вами были готовы что потом не было а я меню получила у меня весов нет а я вообще не знаю насколько я хочу похудеть а вообще не знаю свой колораж и вообще ничего не знаю вот чтобы не было вот этого знаете мы с вами целую неделю посвятим большой глубокой работе поверьте уже на первой неделе начиная с подготовки многие снижают вес отправила под последним постом хорошо я написано либо напишу либо уже написала вам директ если очень хочется вечером есть что можно но самое безобидное то овощи и лучше не старые и лучше не сырые вот если вы уже поужинали то есть вы во-первых должны поужинать минимум за три часа до сна то есть вы спокойно можете поесть и 8 и в 9 вечера дайте вы ложитесь там в 11-12 а дальше вы уже если вы все равно хотите кушать тут еще говорю тут вопрос к тому что вы ели целый день если вы ночью еще хотите вот и тогда уже просто делать что-либо какой-нибудь овощной рагу либо тоже самый белковый омлет он тоже будет просто прекрасно зайдет вам будет сытный хорошо не надо делать выбор в пользу вот этих вы знаете продуктов с высокой точкой блаженства это самообман спасибо фильм я худею нет это наш это наш фильм мне кажется он не восемнадцатого года мне кажется он чуть пораньше может быть шестнадцатый или семнадцатый год вот наш фильм но классный как похудеть 6 157 бучили я бы начала быстро рационального питания и кардио тренировок вот вашем случае просто вес маленький да хочется прям чуть-чуть сдвинуть я бы начала с рационального питания не сильно бы урезала колораж будь может испортить пищевое поведение не делала бы этого ну добавила бы кардио с вами первый раз очень интересный и содержательный эфир ой спасибо большое как приятно здравствуйте новичок вашей команде послушал вас получила заряд мотивации класс всем всем мотивацию супер очень надеюсь на положительные результаты что особенно важно на его закрепление до встречи до встречи на курсе до встречи в класс спасибо большое очень хорошо выглядишь спасибо людмила так приятно эфир интересные полезные благодаря вам я хорошо скинула довольно огромный вам привет и огромный привет ангельсу так я до последнюю неделю беру с собой два приема пищи на работу и за неделю минус 18 класс хотя сидела на интервальном вес стоял вот вам и чудеса вот вам и чудеса можно сидеть на интервальном можно сидеть на кето диете да что угодно может делать она не сработает а можно кушать достаточно не ставить себе вот эти вот стопы когда мне надо уже перестать есть не мучить себя спокойно есть наслаждаться и вуаля вес пойдет меньше стресса лучше вес класс супер кофе с овсяным молоком можно ну как про кофе будет вообще отдельная история отдельная история прямо сейчас у меня эти узнать и за этот год я очень сильно трансформировала свои отношения кофе я и сама его сейчас не пью и другим то не рекомендую но если иногда туда вот но лучше как можно меньше кофе жарить не на оливковом ни в коем случае жарится на каком масле масло кокосовое нерафинированное масло авокадо нерафинированное масло кхи она же что масло кхи топленое топленое масло вот вот на этих маслах можно жарить а если же нету никакого тогда конечно берется рафинированное масло вот но на маслах холодного отжима нельзя жарить они же там все горит моментально у них очень низкая точка дымления вот как поправиться на правильном питании надо создать профицит калорий сложно поправиться сложно им скажу вот сейчас многие вам позавидовали сразу же так блин вот мне бы так на самом деле правда сложно потому что во первых вам нужны обязательно физической нагрузки вторых прямо надо будет есть много есть много отличный эфир спасибо что такое вся на блин послушайте мне кажется сейчас это вообще уже не секрет все готовили его а вся на блин это овсянка плюс яйцо и там немножко молока можно без молока и вы это все взбиваете и выпекаете это блинчиком это можно сделать как блинчиком на сковородке с двух сторон можно это запечь есть у вас есть вафельница как в как венскую вафлю в общем как угодно сделать его там и там сыром например даст и рта потереть или там добавить зелень ну он очень вкусный вообще говорю прям если в но бывает такое что просто первый раз он не получается и сидишь жуешь и думаешь вообще чуть здесь в чем здесь прикол но если сделать вкусно то находишь в этом удовольствие вот полезный эфир хочется сбросить лишний вес не получилось посмотреть эфир сначала обязательно будет запись обязательно посмотрите там тоже много мотивации чего не хватает в организме так как люблю соленое и сладкое это ваши точки высшего блаженства вот и все вас всего хватает просто слишком много у вас соленого и сладкого в питании когда мы это уберем все придет в норму и не будет тянуть сыр на завтрак можно конечно запеченные яблоки когда лучше хорошо взять на перекус между завтраком и обедом обожаю семгу можно с утра конечно я тоже обожаю какие напитки можно пить чай молоко кисломолочка чай вода вот вода сначала вода достаточно воды потом чай зеленые травяные всякие редко кофе кисломолочка молочка это не это не напитки это еда оленька спасибо большое кит вы опять похорошели спасибо большое зинаида привет огромный привет вам рада видеть можно ли хлорофилл и коллаген одновременно но коллаген нет 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 хлорофилл уже вы пьете натощак натощак а коллаген вы можете пить после еды здравствуйте вы моя землячка я тоже из киева и огромный привет вам живу германии очень приятно вас смотреть вспоминаю родину класс встретимся завтра так эфир обалденный так сколько стоит курс давайте расскажу да вижу много вопросов стоимость курса как я сказала первая неделя бесплатная более того на первой неделе вы получаете бесплатно индивидуальное сопровождение с каждым лично буду работать с каждым лично разберу домашнее задание со второй по четвертую неделю до по пятую извиняюсь по пятую неделю это уже идет основная часть курса где будет много обучения где будет программа питания и все остальное до программа питания короткую демо версию вы получите даже на бесплатной неделе если вы сделаете три домашних задания в срок значит стоимость полной версии курса это у вас есть два тарифа на выбор да это может быть тариф более бюджетный когда самостоятельно вы его проходите а что значит самостоятельно когда у вас есть и программа питания и уроки есть у вас есть прямые эфиры будут у вас есть тренировки в записи про тренировки отдельно скажу там не все будут заниматься не просто не всем нужно заниматься но они у вас будут то есть у вас полностью доступ курса но у вас нету вот этого вот знаете такого дружеского контроля за ручку вот этого нету и стоимость без сопровождения 4 500 это в рублях я не помню сейчас в гривнах честно говоря и не помню просто других валютах извините есть нужно будет просто напишите мне в личку я вам посчитаю если это полное сопровождение за ручку вместе каждый день каждое утро я смотрю ваш вес спрашиваю как все чувствуете мы с вами реагируем сразу же потому что мы можем программу питания изменить несколько раз во время курса по ходу того как все идет до в таком случае курс стоит 7000 рублей поверьте на просторах интернета это самая самая низкая цена вот потому что я все время мониторе что есть какие есть что туда входит какие курсы есть обучение это или там нет обучения общее меню или для каждого меню работа индивидуально есть или нет и поверьте цены просто иногда думаешь я не знаю для кого они просто для для каких миллионеров вот эти цены более чем доступны вот по стоимости сориентировала до ватсап у нас есть еще есть еще и сайт с личными кабинетами но первый курс проходит ватсап и в telegram так просто проще вот а когда уже уже такой скажем продвинутый пользователь и если вы захотите пойти дальше там на 2 на 3 уровень тогда уважаю вас обучение будет на сайте в личном кабинете а 1 он очень простой именно как раз для того чтобы не усложнять даже это не усложнять что все было просто спасибо огромное много для себя вынесла класс интересно приятно слушать спасибо большое так если на второй день потому что на работе сутки да то без проблем у вас там на каждое домашнее задание есть двое суток домашнее задание выполняется в течение 20 минут то есть за двое суток можно найти это время до первой неделе бесплатно как записаться на первую неделю напишите мне в директ либо под последним постом хочу про цену сказала рассказывайте я смотрела эфиры тренеров диалогов но на по злому как-то все рассказывает осуждая переедающих толстых людей вообще честно говоря я даже даже таких людей не смотрю обычно говоря знаете кто чем наполнен да нет осуждения как можно осуждать людей тут же все объясняется же вообще только что рассказала всю психологию переедания тут все нормально с человеком как можно осуждать за то что он чувствует свое какие-то свои физиологические процессы и ведет себя так как ему природа велела не так нельзя это не работает все вот эти вот тренеры и диетологи с палками они в один момент останутся вообще без клиентов нет но может быть может быть какие-то будет группа каких-то мазохистов которые это нравится но я верю в то что таких людей мало хороший фильм да мне тоже нравится спасибо большое белково-углеводное чередование буч но это такая система питания краткосрочная и не для длительного похудения какие анализы пока никакие рассказала спасибо большое и позитив стимулирует тоже получил мотивацию спасибо большое спасибо вам так а если хотим похудеть всей семьей как быть как бы тогда идет мама и мама меняя свое питание разбираясь во всех вопросах всю семью подсаживает на правильное питание постепенно плавно мягко у вас то получится вам не надо всей семьей идти на курс вам достаточно будет одной пойти и вы во всем разберетесь и вы всех всех похудеете спасибо большое нет я вопрос цены озвучила просто я пока дошла до вопроса цены это вообще не секрет у меня сайт висит у меня поста есть ценой то есть это вообще никак не секрет спасибо огромное нет нельзя жарить на легком масле на все на блин любимый завтрак так спасибо слушайте сижу прям спасибо спасибо как это как именинница эфир супер по случайно очень рада мне очень приятно если вес медленно уходит на дети что делать это нормально это нормально то есть вес должен уходить медленно не стремительно сколько пить лицетина в гранулах я не знаю потому что скорее всего у вас на банке прям есть как его пить потому что я например пила его в капсулах больших там много пить и все бегаю в туалет это состояние пройдет это состояние пройдет мы сказали пить и все мне прямо сразу же надо купить в течение трех месяцев вы адаптируетесь у вас вода будет идти не транзитом а клеточки будут насыщаться водичкой добрый вечер я новичок из опоздала эфир повторите еще раз правило я добавилась по ссылке в группе все завтра утром завтра утром вы увидите сообщение в группе не переживайте никто не пропустит мата полезный чай вода и вода с лимоном одно и то же на блин творожный с сыром форелью да я тоже такое люблю третий курс будет по плану лечить позже предвкушение были на завтра приму решение уже точно по третьему курсу я все неделю не могу не могу решить вот все решу завтра и все сделаю рассылку вам как насчет черного чая но пейте знаете когда когда пьешь достаточно воды на чай и на все остальное практически не остается место практически что делать если вес мельно уходит это нормально ничего не делать продолжать помните как я только что говорил один из вот этих вот пунктиков до этапа действие наслаждаться процессом наслаждаться процессом не питаться мотивации от отвеса по наслаждаться процессом да за пять недель у меня в неделю 200 грамм только может уйти так что это нормально да и так бывает а вы считаете а если это много недель а сколько будет за месяц к сколько будет за полгода сколько будет завод в очень даже впечатляющий как присоединиться к завтра написать вне в директ или под последним постом. Слово «хочу». Волшебное слово у нас такое есть. Что можно есть? Давид. Не могу понять. Для сужения сосудов. Не знаю. Не могу понять вопрос, поэтому не могу вам ответить. Извините. Спасибо большое. Подойдет ли система питания, данная на курсе для питания семьи со взрослыми? Конечно. Да. Маме идти. Маме идти. Если даже такая бывает проблема, что нам нужно работать с ребенком, ну как с ребенком, это 14-13 лет бывает такое. Фубертатный период, лишний вес. Мы работаем только с мамой. С детьми не работаем без родителей. На второй курс, когда будет, сделаю тоже рассылку. Я прям вот завтра напишу, когда будет один, и когда будет второй вам в чаты, в секретные. Так, с кофе перешла на маты. Прекрасно. Прекрасно. Хорошая замена. Спасибо большое. Спасибо огромное. Завтра увидимся. Лена, привет. Стало много пить воды, начался цистит. Что делать? Это проблема не воды. Это проблема не воды. Вот. Я бы смотрела. Тут, во-первых, нужно рассматривать и другие моменты, там, по поводу, там, замерзла, не замерзла, инфекции и так далее. А вообще, если посмотреть со стороны психосоматики, цистит — это нарушение личных границ. Подумайте, кто нарушил ваши границы личные. Может быть, не знаю, свекровь пришла, начала там посуду перекладывать с одной кучки на другую, мебель вам передвигать. Ну, то есть, вот здесь вот чаще всего начинается цистит. Так. Спасибо большое. До завтра. Цистит не может быть этого. Да, верно. Все же такие знакомые аватарки? Да. Инна, привет. Точно. Так, пошла анкету заполнять. Привет, Натали. Давайте. Бегаю в туалет. Смотрите, смотрите. Да, скорее всего, и не цистит. Цистит — это прямо когда у вас рези, когда болит. То есть, цистит никак ни с чем не спутаешь. А просто, когда ходишь часто в туалет, то есть, мы долго не пили воду. Организм не будет её так усваивать хорошо, как должен. И она в основном идёт транзитом. Только со временем, а это в течение трёх месяцев, вот это состояние проходит. И клеточки хорошо начинают водичку впитывать, наводняться. Вот, поэтому просто этому нужно время. Дискомфортно, неприятно. Понятно, что надо вместо двух-трёх раз бегаешь пять раз. Но зато, посмотрите. Вот сейчас скажу, какая странная вещь, но тем не менее. Моча прозрачная. А это очень хорошо. Это очень хорошо. Когда она у вас имеет яркий цвет или тёмный цвет, это плохо. А здесь хорошо. Значит, хорошо промываете кровь. Всё прекрасно. Ещё и находите лишние шаги дополнительно. Дополнительное движение. Спасибо. Нам тоже надо пойти всей семьёй, кроме дочки, которым не ест много. Это надо идти, говорю, всегда надо идти маме. Вот как только мама приводит своё питание в порядок, оно просто автоматически становится таким у всей семьи. Анкета будет завтра. Завтра я вышлю анкету всем в общий чат. Там, где у нас чат обучения, там будет анкета большая. И чем больше вы напишите, чем более подробно вы напишите, тем лучше. Потому что кто-то пишет мне, допустим, Маша, СПБ, 42 года, похудеть. И непонятно, на какой козек Маша подъехать. Вот, поэтому как можно больше. А во всём. Я там много-много вопросов напишу. Тренировки будут. Нет, 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 ни в коем случае. Никаких обязательных тренировок. Если у вас вес небольшой, если вы тренируетесь, то да. Если же есть куда худеть, как минимум 10-15 больше килограмм, то сначала только питание. Можно ли супы не видеть в ваших меню? Да, я обычно супы не пишу, потому что я о них рассказываю, как их вы можете приготовить и вписать в меню, даже вне меню их вписывать. Потому что суп, тяжело расписать его, понимаете, технологически. Как сварить суп на один приём пищи? Ну, то есть это практически невозможно объяснить. Поэтому супы, в принципе, они просто идут у нас не в счёт. Воду можно пить тёплую, можно комнатной температуры. Сохранён обязательно. Оливковое масло с добавлением орфинированной. Можно жарить масло. Нет, объяснила, какое масло подходит для жарки. А я к маме боюсь съесть. Привожу много килограмм за двое суток. А вот маме, вот просто вот смотрите, вы можете маме объяснить, если вы находитесь в процессе снижения веса. Объясните маме, вот как вам важно, чтобы она вас поддержала. Если вот она вас очень любит и хочет вас чем-то порадовать, пусть вам приготовит овся на блин. Пусть он приготовит что-нибудь полезное. Вот у меня мама это знает. Мама у меня со мной в одной теме. Вот я приезжаю, она специально там закупается лавашами, ещё чем-то. И вот она мне такое готовит. Она мне утром готовит там лавашик, обязательно с омлетом, с сыром, какой-нибудь такой, знаете, как это, как конвертик такой. Там на обед. Она прям специально делает рацион для меня, потому что, знаешь, что мне это приятно. Это вот та же самая забота материнская, но это не булками запихивать. Вот, поэтому просто подтягивайте маму в эту же тему. Мама будет с удовольствием вам готовить. Только полезное. На диете проблемы со стулом. Такое бывает. Такое бывает. Когда это происходит? Во-первых, это может быть даже, если у вас абсолютно правильно сбалансирован рацион, когда вы меняете колораж, БЖУ, продукты, всё, кишечник на это реагирует. И эта проблема недолгая. До месяца она, в принципе, решается. Можно себе помочь, там, есть синтуками натощак, можно помочь себе клетчаткой, немножечко добавить. Главное, пить достаточно воды. Всё наладится, всё наладится. Если же у вас в питании преобладает белок, то эта проблема будет затяжная. Потому что на высокобелковых меню, да, постоянные запоры будут. Но высокобелковое меню лучше не применять на длительном таком похудении. Пожалуйста. Это как мама говорит, плюс два за выходные. Можно ли похудеть при сахарном диабете? Да. И даже можно похудеть и снизить сахар до нормы. Вот сейчас вам будет казаться, что это просто невозможно. А вот я сейчас попробую, сейчас попробую включить, сейчас я попробую включить такие, ой, подождите, нормализовался сахар. Ой, блин, плохо видно. Ну, вот видите, есть тут. Это про мужа. Нормализовался сахар, потерял 14 килограмм. Потом вот сахар в крови снизился, врач сняла таблетки, потом холестерин снизился, таблетки отменили. Печень была жирная, стала нормальна. Это всё про... Так, тихонечко. Это всё про тех, кто прошёл курс. Вот, блин, не знаю, почему не получается у меня уменьшить как-то картинку. В общем, таких результатов очень много. Причём, я сейчас вам покажу, сейчас уже буду заканчивать, причём я вам покажу, что люди едят, едят и много едят, не голодают. Сейчас ещё покажу вам. Слушайте, жалко, что не ту. Ну вот, видно, да? Вот, пожалуйста, целый год мы работали, несколько проектов вместе прошли, 19 килограмм. Вот, за курс 4,6. Тот спрашивал, сколько можно сбросить за курс. Вот, а всё равно, блин, с которого начался курс у кого-то. Сейчас вам всё найду. Где-то у меня, я просто как раз собирала отзывы. Сейчас вам покажу, как люди едят. Где же это? Где же это меню? Что, не могу найти. С того вроде бы телефона вышло. Приготовила прям много вам менюшек, но не вижу их. Ну ладно. Ладно. Так, как вернуть себя? Вот, вернула себя. Так, что у нас тут? Ещё последняя пара вопросов. Очень люблю павашную капусту. Можно, конечно. Ферментированный продукт. Так, сколько курс идёт? Пять недель всего идёт. Лаваш можно? Конечно. Да, можно. Напишите мне, либо в директ, либо под последним постом «хочу». Вот. Слушайте, у нас, мне кажется, хороший эфир получился. Такой прям насыщенный. Столько всего рассказала, на примерах привела. Завтра мы с вами начинаем большую работу. Я скажу точно, если вы сейчас в этапе сильного сопротивления, если у вас сейчас вот это ещё есть такая, знаете, история, мне точно никто не поможет, уж у меня такая генетика, тогда очень не стоит начинать, не надо себя травмировать. Вот. Если вы на таком этапе размышлений, знаете, когда думаешь, что-то надо делать, что-то надо делать, только надо вот дождаться, возможно, волшебного пенделя, так, возможно, как раз вот это 1 февраля, это и есть тот самый пендель, да, который вам посылает Вселенная, чтобы вы начали действовать. И я скажу вам точно, что самостоятельно очень тяжело. Многие, конечно, люди худеют, их много есть, и это я просто всегда восхищаюсь такими людьми, кто проходит этот путь самостоятельно, но это очень тяжело. Гораздо легче это проходить с кем-то. Или хотя бы, да, хотя бы, если не за руку, то хотя бы в проекте, где много людей, которые будут идти к такой же цели. Это очень здорово, это классно работает. Поэтому завтра я жду вас на курсе, сегодня ещё жду вашей «Хочу». И завтра утром мы начинаем. Обязательно посмотрите внимательно домашнее задание, когда выберете свободную минутку, внимательно его сделайте, выполняйте домашнее задание в срок. И я знаю точно, что очень много людей завтра сделают очень серьёзный шаг в новую жизнь. И через месяц я расскажу вам о них. Вот специально выйду в эфир и расскажу вам об этих людях, которые сегодня смотрели эфир и думали, всё, завтра, наверное, я начну. И через пять недель у нас будет с вами очень крутой результат, просто мега крутой. И это будет уже часть большого пройденного пути. Вас обнимаю. Спасибо вам большое, что вы воскресный вечер провели со мной. И до встречи на следующем эфире. А это будет... А это будет следующий четверг. Всё. Всех обняла. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok